Возвращение к институту. 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 место трехдневных на выборах депутатов народного бюро. Уважаемые коллеги, я поясню, есть такая вот необходимость. Мы получили письмо от руководителя движения «Наш город». Он изложил там мысли, обосновал их по-своему правильно, скорее всего, и направил нам эти документы. Я, как председатель, соответствующее письмо направил в эсберкуму в рамках его полномочий. Потому что эсберком реализует эти полномочия в рамках федерального и нашего закона, введенные, принимать решения, которые позволяют в лечении трюкней или другие решения принимать по самой системе голосования. Мы попросили, я направил такое предложение, мы попросили рассмотреть и принять решение. Они рассматривают, будут проводить заседание с СССР, бездидимо. Другую информацию промежуточную я получил. Значит, поэтому такой материал, нахрен, уже отправлен. Я вам тоже об этом сказал. Если эти мысли сходятся, а в разговоре я понял с вами, что они сходятся. И об уши его мы ответили, что документ на рассмотрение будет принято решение и вам будет сообщено. Поэтому, вот, думаю, что нам нет необходимости дальше завязываться, но авторитетный председатель тоже должен пойти. Я думаю, председатель... Я не согласен на этом плане с вами, поскольку избирком он исполняет наши поручения, да, отвечает за организацию и проведение выборов, а законодательно назначает дату выборов и систему проведения выборов. Назначает народных Урал, это его полномочия. Больше никто, никакими, другими полномочиями не обладает. Ни то, никто другой не обладает. Ни одна структура. Поэтому, я считаю, что давайте рассмотрим тогда этот вопрос, поскольку они так оперативно не ответили на ваше, как вы говорите, вы письмо состояли аналогично. Отправили. Да, и отправили, да, и я, и еще, говорят, обратились к вам, как вы сказали, наш город, да, еще кто-то. Вот. Поэтому, я считаю, что этот вопрос надо рассмотреть сегодня на Курале, включить его в повестку дня и принять решение. Депутатский. Ваша позиция понятная решение. Я еще раз. Мы не можем давать поручения избиркому. Наше поручение – это наш закон, который предоставляет правилам проводить голосование за столом. Наш закон – это и есть поручение. Да. Вот закон наш принят. Мы поручения законам дали уже. И они в рамках своих полномочий принимают, соответствуют, организуют выборные мероприятия. Организуют. Не мы организуем. И пусть они отвечают за это. Дмитрий Васильевич, изменения мы можем принять в любое время. Мы консекцию меняли за два часа и ничего страшного. Поэтому я считаю, что свой-то закон о выборах мы можем подредактировать и исправить это. Закон о выборах народного курала. На церкви. Это неразумно. В период. Разумно – неразумно. Я считаю, наоборот, разумно. Поскольку трехдневное голосование себя исчерпало, потому что оно было организовано в связи с ковидом, вы помните, да? Были сильнейшие ограничения. И поэтому приняли такое решение. Сегодня ковид уже давно отменен в стране. И я считаю, что тратить бюджетные деньги на организацию трехдневного голосования неразумно. У нас и так ни копейки нет в бюджете. Одни долги. Поэтому я считаю, что нужно вернуться к однодневному голосованию. Это и людей не напрягает, и более разумная, я думаю, вещь, чем трехдневная голосование. Вы позволите внести в закон поправки? Да. Хорошо. Уважаемые коллеги. Одну минуту. По порядку. На все грехи. Я думаю, что мы должны повлиять на решение избирателей. Я думаю, мы и повлияем, но только в рамках правого поля. Повлияем как? Давайте обращение сделаем, примем, утвердим парламент. Уважаемые коллеги. Я думаю, если мы по каждому стоять политическому. Ничего себе по каждому. Это выборы депутатов Народного курса раз в пять лет. Такое мероприятие. Это вообще основополагательство. Понятно. Оно определено законом. Может ли? Вы давите на меня, заставляете нарушать какие-то рекламные дела. Парламент – это основной орган. Основной орган власти в республике. Поэтому я считаю, что тут… Ну, председатель отправил письмо. Статус председателя есть? Парламент. Статус председателя он никак не может заменить статус парламент. Парламент. Поэтому есть вопросы, которые основываются на уровне рабочих моментов председателя. То, что касается парламента законодательного органа. Рабочие моменты не сработали. Да. Если вам… В условиях того, что выборы на носу, дата объявления должна быть уже, как бы, в подходе. И мы… Хорошо. Я ставлю… Парламент. Есть две позиции. Времени у нас нет. Нету. Я во многом согласен. Я эту позицию отразил в письме, сегодня считали. Там написано, что в связи с сегодняшней ситуацией просим вернуться к рассмотрению вопросов организации соревнований. Уважаемые коллеги, есть такое предложение? Более всего такое отправлено. Я ее действительно отправил. Я за это отвечаю. Значит, получим ответ. И получит заявитель ответ. Поэтому сейчас размывать нашу повестку дня нет такой необходимости. Мы ее… Куту сформировали. Председатель ее сформировал. Комитеты рассмотрели. Поэтому… Не комментируйте пока. Поэтому вношу предложение. Значит… Давайте проголосуем все. Ставим на голосование. Нацель Евгеньевич предлагает включить в повестку дня изменения в закон. Не изменения в закон. А принять обращение к избиркому. А, принять обращение к избиркому. А, принять обращение к избиркому. Значит… Обращение, рекомендацию. Изменить. 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 Трехдневная, но однодневная. Да. Ну… Думаю, что я… Можно даже требования. Ну понятно. Ну, требования. Давайте. Требования. Да. Кто за предложение нам, сыры Викторовича. Прошу проголосовать. Что включить в повественную систему. Уважаемые коллеги… Как интересно. Есть предложение о повестке днём в юности. – Погодите. У меня есть предложение по повестке. Нажмите. Значит, я прошу ввести изменения в пункт шестой повестки. Переформулировать его таким образом. О проекте закона Республики Камбукки, об отчёте деятельности правительства Республики Камбукки за 2022 год. Дело в том, что согласно федерального закона мы обязаны ежегодно заслушивать отчёт о деятельности правительства. Но за 4 года мы ни разу не заслушивали этот отчёт. Мы очень хитро обходимся только отчётом об исполнении республиканского бюджета. Поэтому давайте исправим эту ошибку, перепомулируем этот вопрос и изменим докладчика. Согласно федерального закона о купчик-принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, а именно пункта 8 статьи 25, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации представляет законодательный орган субъекта Российской Федерации ежегодные отчёты о результатах деятельности высшего исполнительного органа. В нашем случае высшим должностным лицом субъекта является согласно стекло вложения глава республики Калмыкета Лбишпатур Сергеевич Касиков, а высшим законодательным органом субъекта является правительство. Поэтому мы должны исправить ошибку и переформулировать этот пункт. На самом деле мы 5 лет допускаем эту ошибку, и никто не возмущается. Я обращалась в прокуратуру по этому поводу, получила отписку, очень интересную. Они не отрицают, что... и не защищают Банду Сергеевича Касикова, что нарушают норму федерального законодательства, но при этом пишут, что республиканское законодательство не задержит порядка заслушивания отчёта главы региона. Я считаю, что это уже относится к вам, Анатолий Васильевич. Почему региональная? Хотя у нас в регламенте есть подобная норма. Я знаю, мы проанализировали регламенты многих регионов России. Такой нормы тоже не существует. Однако все главы регионов отчитываются перед законодателями своих регионов. Я звонила тех депутатов, законодательных собраний, которых знаю вечно, и выяснилось, что господин Бочаров отчитался перед депутатами, господин Гулупин отчитался, это Волгоградская область, Ростовская область, господин Бабушкин также отчитался перед депутатами Астраханская областная область. Но господин Хасиков никакой не хочет отчитываться перед депутатами. Вот по повестке дня. Вот по повестке дня. Я понял, смотрите. И второе. Я обращаюсь к представителям прокуратуры, которые присутствуют на этой сессии, привлечь к ответственности главу республики Патусе Сергеевича Хасикова за неисполнение нормы федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Я также обращаюсь по поводу того, чтобы привлечь к ответственности председателя Народного Курала Республики Галмыкия Анатолия Васильевича Казачко за бездействие и неисполнение нормы этого закона. Хорошо, спасибо. Вы правила предложить, что угодно. Но есть правила, и правила поведения и долгностей обязанностей. Это что касается второй части. Значит, исполнение нормы федерального закона – это не предложение чего угодно. Все понятно. Теперь по повестке дня, Наталья, все понятно. По повестке дня я уношу такое предложение. Поясняю вам, что шестой вопрос – это вопрос, который связан с регламентом нашей работы. Ежегодно мы слушаем отчет за предыдущий год об исполнении бюджета. Значит, поэтому он и внесен в такой редакции. Что касается неперебивателя. Действия, Анатолий Васильевич, вы не ставите вопрос о заслуживании отчета о деятельности. Понятно. Я вам по повестке. Я прорыву прорывал. Почему? Я говорю о исполнении нормы федерального закона депутатами Народного хорала. Хорошо. Смотрите. Вы поставили вопрос, переформулировать. Надо ли себе? Ну, дайте мне работать. Вы переформулировали вопрос. Значит, предлагайте переформулировать вопрос. Я вам отвечаю, что формулировка вопроса связана с регламентом нашей работы об исполнении бюджета. Поэтому он так и стоит. И так мы сейчас и проголосуем за ваше предложение. Что касается бездействия, я вам уже не одиннажды отвечал, что руководителю республики было направлено письмо. Анатолий Васильевич, вы хотите отвечать перед органами прокуратуры? Это... Ладно, успокойтесь. Не надо. Значит, ваше предложение... Наталья Сергеевна внесла предложение переформулировать шестой вопрос. Не имея на это правовой основы, это плановый вопрос, связанный с регламентом нашей работы. Правовой основой является федеральный закон Российской Федерации, который выше региональной... Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Наталья Сергеевна, уважаемые коллеги, прошу определиться по голосованию, по предложению Натальи Сергеевны, пожалуйста. Да. Не-не, проголосуем, чтобы не было вопросов. Но он не правоборочный. Да. Вот и что. Я же ей поясняю, она... За предложение Натальи Сергеевны. Да. Наталья... Неужели на шестой вопрос? Да, она считается за что? Что его надо переформулировать? За предложение Натальи Сергеевны прошу определить свою позицию. Уважаемые депутаты, режим голосования включен. За отчет? Ну, в том числе, до какого вопроса? Мы проводим отчет. Оставляем... Она другое предложение вносит. Она вносит предложение, что есть изменить формулировку шестого вопроса. Я вношу предложение. По новой режим, прошу. Перевключите. Ряд перед Натальи голосовала. Вот. Чтобы не менять формулировку шестого вопроса. Пожалуйста. Включи режим голосования. За то, чтобы изменить. Ну, Наталья Сергеевна предлагает изменить. Прошу определиться. За предложением Татаны Сергеевны. То есть исполнить норму федерального закону. А где народ у нас, Наталья Сергеевна? В подстрече. Да. Уважаемые коллеги, решение не проходит. Поэтому, уважаемые коллеги, есть предложение по весу дня, вы другие в целом. Антон Васильевич, а кто там приглашает? Пожалуйста. Уважаемый Антон Васильевич, уважаемые коллеги, шестой созыв сегодняшнего депутатского корпуса практически завершает свою работу. Времени осталось не так много. Мы вместе с вами собираем полномочия и депутаты с момента организации первой сети нового созыва депутатского корпуса. Фактически это произойдет в 20-х числа месяца. Но за весь период работы в шестом созыве, я думаю, и Антон Васильевич, и коллеги, которые будут иметь возможность отчитаться о проделанной работе в шестом созыве, и думаю, что со стороны Антон Васильевича будет предоставлено как-то национальное право соответствующая площадка. Если это возможно сделать в зале заседания народного права, возможность пообщаться со своими избирателями, я думаю, что это будет правильный посыл, который мы прежде всего должны исполнить перед своими избирателями. И второй момент. С учетом того, что Антон Васильевич, моя позиция была услышана, я обращалась к вам в том числе на 33-й, 34-й сети народного права парламента республики Калмыкия. Заслушайте реализацию послания президента Российской Федерации, с которой он обратился в 21-й собраниях сущего года. Очень приятно, что сегодня в проектах повестной сети этот вопрос есть. Но я начну с того, что президент в своем послании 21 февраля обратился не только к депутатам Государственной Думы, федерального собрания, сенаторам, он обратился прежде всего нам, гражданам Российской Федерации. У него слова звучат следующим образом, что каждый из нас несет персональную ответственность за происходящее в Российской Федерации, на ее территории и каждый на своем месте. И обратился он с минутой молчания в память о погибших, воюющих и погибших в специальной военной операции на вражеской территории. Поэтому есть такая, наверное, просьба ко всем нам. Все-таки уходя, уходи, тем не менее, почтить память всех наших земляков, которые воевали в условии, и сложили, и отдали дать уважение за наши будущие. Память, конечно, очень безмерно, и не оценить их вклад в ту ситуацию, которую они каждый день вносят. А мы в силу обстоятельств, которые предусмотрены наши законодательства, имеем возможность хотя бы не только на словах, но и в действиях показать, что мы вместе с ними на конце века. Прошло почти минуты молчания. Уважаемые коллеги, депутат внесла предложение, я думаю, предложение трогает каждого. Мы все участны в тех трагедиях, которые происходят. Ну и рады, что наши воины достойно выполняют свой долг, в том числе наши, посланцы республики. Думаю, что они заслужили уважения и памятного отношения к тем, кто, к сожалению, погиб на фронтах. Поэтому минута молчания никогда не помешает нам еще раз вспомнить. Спасибо, уважаемые коллеги. Прошло, профессор, что касается площадки, встречи какой-то, чтобы мы действительно имели в виду нечем, с Ильей Александровичем беседовали. Я думаю, мы такое решение найдем. Мы роль каждого депутата, если кто-то как-то не был отмечен какой-то наградой, мы обязательно и это предусмотрим. Потому что совместная работа всякая бывает, и разные точки зрения. Мы в итоге приходим к принятию в большинстве случаев правильных решений. Поэтому, уважаемые коллеги, мы продумаем момент этой встречи. Давайте мы проголосуем за повестку. Подождите, у меня еще есть небольшое уточнение. Я прошу представителя прокуратуры мое обращение по поводу ответственности главы республики и председателя народного курала рассматривать как устный депутатский запрос. Хорошо, вы имеете право, но мы и обратный запрос запустим. Мы запустим обратный запрос, что вы вносите неправомерные предложения в части привлечения. Анатолий Алексеевич, это ваше право? Не обязательно озвучивать? Да-да, нет, и ваше право. Уважаемые коллеги, ну очень неприятно. Вот мы коллективно работаем, сто раз об одном и том же говорили. Кто за то, чтобы повестку делать, люди в целом, чтобы голосовать. Кто за? Кто? Определитесь. Большинство достигнута, решение принято. Мы приступаем к рассмотрению повестки дня. Уважаемые коллеги, в форме реплики, но вы же помните, вы у меня даже запрашивали запросы, которые я отправлял по поводу предложений, которые вносит сейчас Наталья Сергеевна. Лично вам тоже давал этот запрос и ответ. Поэтому тут, в общем-то, мы с вами работали в рамках регламентных мероприятий. И дальше, я думаю, так и будет, пока этот созыв существует. В рамках полномочий мы командовать и руководить всеми тут не можем. У каждого свои полномочия. Высполнительные власти свои, и они принимают свои решения. Законодательный орган свои, мы принимаем свои решения. И каждый несет ответственность. Правильно, Наталья Сергеевна, ответственность в соответствии с должностными обязанностями. Поэтому вот здесь должно все раздать. Вы расписаны в федеральном законе? Реплик больше нет. Наталья Сергеевна, мы сегодня, уже разрушившись, меня перебили сегодня. Значит, можно было бы уже и на комиссию по этике вынести, но не будем портить отношения на последних заседаниях, сессии. Поэтому продолжаем нашу работу. Наталья Сергеевич, можно два слова? Нет, мы не упомянули. В разном. Нет, просто коротко. Вот относительно голосования. Значит, за мое предложение о введении однодневного голосования проголосовало 8 депутатов. Четверо воздержались. Всего проголосовало 22. То есть, получается, против проголосовало всего 10. Что случилось сегодня с депутатами? Ну, я это думаю, что... Я так... Ну, ставьте себе решение. Да, решение не принято. В наш курал я попал или какой-то другой? Решение не принято. Не принято. Это с учетом, что Микрадяевны нет еще? Да, да, да. Решение не принято. И почему-то голосует нас 25, а голосует все время 22-23. Ну, я заглядываю в душу карту. И вам, в том числе. Уважаемые коллеги... Вы все регулируете. Да. Мы... Ваш вопрос не пришел. Повестка утверждена. Работаем по повестке? Работаем. Работаем. Все. Уважаемые коллеги. Вопрос номер один. Уважаемые коллеги, видите, Наталья Зеленцева с хорошей мыслью меня сбили. Значит, у нас сегодня день рождения от Даржи Каляевича решили. Он здесь скромно-скромно сидит в день рождения. Я вам скажу, что это праздник у него, у него себе, у его коллег, близких. Давайте его поздравим. Пожелаем ему добра. Он на негалеком всем вошел в счастье. Поэтому удачи, так сказать, в горячем успеху вам в работе и так далее. Теперь поступаем к организации повестки дня. Спасибо, что есть день рождения, что есть и вы. Вопрос номер один. Рассматривается проект постановления Народного Урала о назначении Сулукова Виктора Сергеевича на должность мирового судей судебного участка номер один Малодиаберского судебного района Республики Халмыкия без ограничения срока полномочий. Вносится главой доклады представителей главы Народного Урала и Араша Алексеевич Макжиев, пожалуйста. Спасибо. Минут Сувар, всем добрый день. Уважаемый Артур Васильевич, уважаемые депутаты приглашенные, ваше внимание. Глава Республики Халмыкия в соответствии с частью 2 статьи 2 закона Республики Халмыкия о порядке назначения деятельности мировых судей Республики Халмыкия вновь на рассмотрение черепной сессии Народного Урала о парламенте Республики Халмыкия кандидатуру Сулукова Виктора Сергеевича в назначении на должность мирового судебного участка номер один Малодиаберского судебного района Республики Халмыкия без ограничения срока полномочий. Сулукова Виктора Сергеевича, 4-го года рождения, мировой судья, судебный участок номер один в Малодиаберского судебного района Республики Халмыкия в образовании высший юридический стаж, Работы по юридической специальности 33 года 5 месяцев, в том числе должность судей 22 года 6 месяцев. В 1994 году окончил высшую следственную школу МВД России. Указом президента Российской Федерации от 4 сентября 2000 года назначен на должность судей Молодибирского районного суда Республики Калмыки на трехлетний срок полномочий. Постановление Народного хорала от 15 декабря 2005 года назначен на должность Мирового судей Молодибирского судебного участка на трехлетний срок полномочий. Постановление Народного хорала от 28 сентября 2008 года назначен Мировым судебным правилам Молодибирского судебного участка на десятилетний срок полномочий. Постановление Народного хорала в Лорганде Республике Калмыки от 13 июля 2018 года назначен Мировым судебным правилам Судебного участка номер 1 Молодибирского судебного района Республики Калмыки. За время работы зм через судей зарекомендовался ЮФЗСК реквалифицирован volume юристам, хорошо знающим действий всей матери podem социально-законодательство, умеюще применяющее знание на практике. Обладает большим опытом работ. Качественно и активно рассматривает судебные дела. С 2009 года Сулухов является членом Совета Судей Республики Калмыкия и принимает активную часть в жизни судейского общества. Имеет многочисленные награды, в том числе в 2013 году признан судею года Республики Калмыкия. В 2014 году присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Калмыкия». Дисциплинирован, долголюбиво, прощение с гражданами увежливых. Требует ли к сидеть в подчиненном? В коллективе, суда и в населении пользуются уважением. Женат воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Учитывая положительные рекомендации Калмыкия в 31 марта 2023 года, оценив представленные документы и принимая его анималитетные проверки, представленные сведения, уровень профессиональной подготовки, стаж, опыт, результаты работы, деловые моральные качества, считаю, что Сулакова соответствует предъявляемым кандидатам на двор судей, требуемым предусмотренным законам Российской Федерации о статусе судей Российской Федерации. В соответствии с предложенным руководством статьей, частью 2 статьи 3, закона Республики Калмыкия о порядке значений и деятельности Мирового Судя Республики Калмыкия, прошу народных ура поддержать кандидатуру Сулакова Виктора Сергеевича на значение на должность Мирового Судя и судебный участок номер 1 молодежь к судебному району Республики Калмыкия без ограничения срока полномочий. Спасибо за внимание. Информация предоставлена нам. Пожалуйста, вопросы Каража Алексеевича. Нет вопросов. Виктор Сергеевич. Вот он перед нами, Виктор Сергеевич, кто может быть, не знаком, поближе. У него очень большой стаж, он имеет опыт работы. Здесь, например, для молодых 22 года стажем мирового судьи. Это очень серьезно, основательно, но раньше, как в репетенте, переназначение были по 3 лет. Сейчас изменился закон без ограничения срока. Ну, Виктор Сергеевич, я с ним беседовал, я его до этого знал. Да, он серьезно ведет свою работу. Большие нарекания нет и в судебском сообществе документа, которые мы получили. Пожалуйста, вопросы Каража Алексеевича. Нет? Решение комитета, Михаил Николаевич. Решение комитета рекомендовать народному праву Республики Калмыки рассмотреть и утвердить комитетуру Фулукова Виктора Сергеевича на должность мирового судебного участка номер 1 Малодербетовского судебного района Республики Калмыки без ограничения срока полномочия. Спасибо. Отправлять правосудия в соответствии с отбором. Да. Решение комитета рекомендовать народному праву Республики Калмыки. Без ограничения срока полномочия вносится главой доклады Республики Калмыки. Вновь на рассмотрение черной сессии Народного хорала Парламента Республики Калмыкия, для которого Германа Сергея Яковлевича назначение на должность мирового судебного участка городовского судебного района Республики Калмыки без ограничения срока полномочия. Герман Сергея Яковлевич, мировой судебного участка городовского судебного района, 83-го года рождения, образование высшее юридическое, стаж по юридической специальности 17 лет 17 месяцев, должность 2 года 364 дня. После конца 2005 года юридического путешествия Патригосского государственного университета наше трудовое деяние в Республики Калмыкия. Постановление Народного хорала Парламента Республики Калмыкия 10 лет 2020 года назначено мировым судебным участком городовского судебного района Республики Калмыки на трехлетний срок полномочий. За время работы в судебной системе зарекомендовал себя с положительной стороны как грамотный коллективный юрист, инициативный исполнительный дисциплины работник, хорошо знающий действующий материально-процессуальное законодательство, постановление премии Пленного Верховного Суда Российской Федерации в судебную практику, умело применяет их в практической деятельности. В сведении 2020 года по декабрь 2020 года по делу председательств рассмотрено 60 уголовных дел, 3852 гражданских, 1221 административных, 1294 дела административных правонарушений. Качество судебных решений по уголовным делам 98%, по гражданским 99,9%, по административным 100%, по делам административных правонарушений 99,8%. Поготовленные германом судебные документы отличаются юридической грамотностью и хорошим качеством, точнее, понятны, убедительны и объективны по своему содержанию. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, регулярно изучает изменения законодательства, анализирует судебную практику, принимает активную часть изомнаний в региональных совещаниях. За безупречную эффективную работу на месячные 20 годы объявлено благодарность председателям правительства и служебных правонарушений. За высокие результаты дели организационного обеспечения деятельности федерального судового образца и исполнительного взаимодействия, в связи с личным вкладом управления органов правосудия Российской Федерации, награжден почетный грамот для судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. Доброжелателен, вежлив, тактичен и внимательен к людям, благодаря своим делам качества пользуются жители района и коллеги с заслуженным уважением, жена. Учитывая положительные рекомендации квалифицированной коллегии судей из Курлики-Калмыкия, оценив представленные документы, принимая во внимание уровень профессиональной подготовки, стаж, опыт результатовой работы, деловые и моральные качества кандидатов, считаю, что Герман соответствует предъявляемым кандидатам на должность судей требованиям под условием закона Российской Федерации, составы судей Российской Федерации. В соответствии с изложенным в Мирковской части 2 статьи 3 закона Республики Калмыкия о порядке назначения деятельности мировых судей Республики Калмыкия прошел на ровную хоралу поддержать кандидатуру Герман Сергея Яковлевича к назначению на должность мирового судей судебного участка Городовского судебного района Республики Калмыкия без ограничения срока полномочия. Спасибо за внимание. Хорошо, Алексей, есть вопросы? Нет. Пожалуйста, вопросы к Сергею Яковлевичу. Нет. Сергей Яковлевич. Пожалуйста, вот он вам. Перед вами вопросы к Сергею Яковлевичу. Нет. Решение комитета, Михаил Яковлевич. Решение комитета. Рекомендовать народному праву Республики Калмыкия рассмотреть и утвердить кандидатуру Германа Сергея Яковлевича на должность мирового судей судебного участка Городовского судебного района Республики Калмыкия без ограничения срока полномочия. Спасибо. Решение комитета озвучено, проект восстановления на руках. Можем определиться с голосованием. В гору степень можно? Реплику. После голосования. После голосования решение комитета озвучено. Реплики. Прошу проголосовать. Режим включен. Прошу. По новой режиме я лично не голосовал. Не успел пока отвечал. Прошу включить режим голосования. Прошу все голосовать. Как просил нам Сергей Ильич. Уважаемые коллеги, большинство достигнута решения клиента. Сергей Ильич, я вас поздравляю. Дай Бог вам удачно работает. Не хуже, чем до этого. На встречу, пожалуйста. У меня тут небольшой комментарий. Мы сейчас утверждаем двух человек на должность мирового судей. Конечно, мне некомфортно, поскольку две кандидатуры представлены являются детьми наших депутатов. Якова Германа и Михаила Мутурова. Им же не отказаться от отсутствия. Да, им не отказаться. С другой стороны, у нас десятки детей, которые, я думаю, что одарены не меньшими способностями и претендующими на такие должности. Вот от этого у меня некомфортно. От того, что мы продвигаем своих детей, забывая о том, что у нас один из самых высоких уровней безработицы в республике. Длиннее, наша республика занимает одно из первых мест по безработице в России. Хорошо. Реплика завершена. Спасибо вам, Сергей Ильич. Поздравляем вас с творческой работой. Не, не разной бывает. Но большинство... Да что я и не голосовал. Ты видел? Вам надо доверие. Нет, специально, чтобы не вырисовываться. Пожалуйста, хорошей работой. Рассматривается вопрос номер три. Проект постановления народного права в Украине, у которого Николая Михайловича, надолго, что он лет в Украине, в Украине, в Украине, в Украине. Есть утрактористы. На трехдечни срок полномочий. Подносится главой докладов Маджиев Иванович Алексеевич. Пожалуйста. Спасибо, Антон Алексеевич. Уважаемый Антон Алексеевич. Слушайте, вам мировой. Слушайте, приглашение. Ваше внимание. Глава Республики Калмыкия в соответствии с частью второй статьи 2 закона Республики Калмыкия о порядке значений действий в мировой суде Республики Калмыкия. Вновь на рассмотрение очередной сессии народного права в парламенте Республики Калмыкия кандидатуру Мутулова Николая Михайловича. Назначение на должность мирового судебного участка номер один Сорпинского судебного республики Калмыкия на трехлетний срок полномочий. Время подростков. Ну вот. Сейчас и уйдутся. Там же речь нельзя. Сына заканчивается. По юридической специальности 12 лет 4 месяца в Совете Республики Калмыкия. Уже тогда все дети все 30 лет. В 2001 году окончил Российский государственный гуманитарный инвестит. После окончания инвестита трудовый деятель с началом в 2009 году с должности администратора Чернезмирского районного суда Республики Калмыкия. На три года его принимали эту работу. Время не будет. Республики Калмыкия. Должность и секретаря суда отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам. Семенарий 2000 года в настоящее время является помощником судей. За время работы Верховного судебного республики не далось исположить на стороне как правительственный юрист, обладающий высоким уровнем теоретических знаний и значительным практическим опытом работы. Успешно выполняет свои должностные обязанности, хорошо узнает действующее материальное и процессальное законодательство. Рассоединение пленов Верховного суда Российской Федерации в судебную практику. Систематически повышает судопроизводственное уровень на курсе повышения квалификации Российского государства в университете правосудия. В пользу с уважением среди судей и работников аппарата суда принимает активное участие в жизни коллектива. Женат, воспитывает четырех детей. За последние пять лет помощникам судебному Тулу подготовлено 289 проектов судебных определений и постановлений по уголовным делам, 10 каприз в результатах работы в судове республики по рассмотрению уголовных дел, 8 обзоров апелляционной и конституционной практики, 8 справок о причинах обмена или изменения апелляционных определений, 16 материалов для опубликованного вестника Верховного суда Республики Калмыкия и Управления судебного департамента Республики Калмыкия, 19 ответов на письма и обращения граждан, 16 на запросы Верховного суда Российской Федерации, подготовлено 19 заключений по проекту нормативно-правых актов, касающихся деятельности судового и статуса судей, 7 обобщения судебного практики. За оборудование в исполнении служебных обязанностей в 2018 году объявлена благодарность народного хурала. Постановление Совета судей Республики Калмыкия 17 декабря призвано победителем ветосного кокуса лучший помощник в суде Республики Калмыкия. Проекционный экзамен на должность судей знан 18 декабря с оценкой «Хорошо». Учитывая положительные рекомендации проекционной коллегии судей Республики Калмыкия 26 мая 2023 года, оценив представленные документы, принимая в внимание результаты проверки представленных сведений, уровень профессиональной подготовки, стаж, опыт и результаты работы, деловые и моральные качества кандидата, считая, что МТО соответствует проявляем кандидатам на должность судей требуем, предусмотренным законом Российской Федерации о статусе судей Российской Федерации. В соответствии с изложенным на курсе части 1 статьи 3 закона Республики Калмыкия о порядке назначения действий мировых судей Республики Калмыкия прошел народный хорал поддержать кандидату Мутунова Николая Михайловича на должность мирового судей в судебном участке номер 1 Сарпинского судебного района Республики Калмыкия на 3-летний срок Павлович. Спасибо, Анастасий Алексеевич. Анастасий Алексеевич, вопросы? Нет. Пожалуйста, Николай Михайлович, перед вами. Вопросы, пожалуйста, есть. Нет. Пожалуйста, Сергей Михайлович. Да. А, пожалуйста, Дану Ильич, реплика я снимаю. Говори, ничего. Иван Михайлович, намного вчера договорились, с учетом того, что счет этого детей, мы вас поддержим, но в течение 3 лет мы договорились, что у вас 5-й ребенок. Пятый коммунистом должен быть? Да. Ну, реплика есть, не обсуждаем реплику. Ну, есть реплика? Пожалуйста, Сергей Александрович, пожалуйста, оба слову за руководителя комитета. Пожалуйста. Комитет решил рекомендовать Народному праву права Республики Кавмыкия рассмотреть и утвердить комитетуру Мутова Николая Михайловича на должность мирового судебного участка номер 1 Сарпинского судебного района Республики Кавмыкия на 3-х летний срок поломочия. Решение комитета озвучено. Уважаемые коллеги, прошу подготовиться к голосованию. Включен режим голосования. Успевайте голосовать. Я, уважаемые коллеги, я прошу отменить режим голосования. Я еще раз призываю, отметили, еще раз призываю, голосуйте все. Ну, что же мы проявляем? Некоторую или пассивность, или еще что-то можно назвать. Включите режим голосования. Я посмотрю, кто не волнеет моей рекомендации. Все равно двое игнорирует. Уважаемые коллеги, решение принято. Николай Михайлович, мы вас поздравляем. У вас начало большой трудовой деятельности, новый участок работы, требует самостоятельности, взвешенности, многих человеческих качеств. Если бы не нужен был судья, на компьютере все приговоры выносили. Для того и судья, чтобы видеть, понимать, чувство человека, всякое бывает. Поэтому, Николай Николаевич, хорошей вам работы отправлять правосудие в соответствии с законом Российской Федерации и Республикой Ламыки. То есть быть судьей, чтобы мы, те, кому придется с вами встречаться через три года, могли поблагодарить вас за работу и двигаться дальше. Успехов вам! Вопрос номер четыре. Повестка дня. Повестки дня. Проект поставления Народного хурала парламента республики внесе изменить схему одномандантных избирательных кругов для проведения выборов депутатов Народного хурала парламента республики. Вносится комитетом, материалы представлены избирательной комиссией, слово предоставляет Сабватор Владимирович Огниево, завеститель председателя избирательной комиссии Ватар Генеевич. Пожалуйста. Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые депутаты и мущественные седания. Ваши уважаемые предоставляют инициативу избирательной комиссии. Одну минуту, Что? Приписывай. Так, пожалуйста. Ваше внимание представляется инициатива избирательной комиссии республики о внесении изменений в схему одномандатных избирательных по выборам депутатов Народного хурала, которая определена избирательной комиссией постановлением от 17 марта текущего года. И в свою очередь Народным хуралом в соответствии с требованиям законодательства утверждено постановлением от 28 марта 23-го года. Принимаю внимание, что в данной схеме были допущены так назовем технические ошибки, за что мы понимаем степень своей, основная степень своей вины, конечно, как из правильной комиссии, которая проверяет эту схему и выносим свои извинения. Была допущена техническая ошибка и необходимо ее привести с требованиям законодательства. Суд продем заключается в следующем. цель парламента республики Калуныкии от 2 июня текущего года. Согласно утвержденно то, что назвал постановление народного права в текущем году в одномандатном изгрязанном округе номер 4, в который уходит Сарпинское районное муниципальное образование и часть территории Малдейбетовского РМО Республики Калуныкии Водовитинское и Индуксское СМО Республики Калуныкия Водовитинское сельское муниципальное образование не ограничит Сарпинским районным муниципальным образованием. Следовательно, действующая схема одномандатного изгрязанного округа номер 4, противоречит требованиям нормы федерального закона в основной гарантии. В этой связи предлагается внести следующую изменить схему одномандатных изгрязанного округа для проведения выборов депутатов народного права. Состав одномандатных изгрязанного округа номер 4, включить Анатинское территорию Теханатинского сельского муниципального образования. Исключились из его Ханатинское территория плодительского сельского муниципального образования. Поскольку Ханатинское сельское муниципальное образование имеет общую границу с архейским муниципальным образованием. А также из состава одномандатного изгрязанного округа номер 13, состоящего с территории октябрьского муниципального муниципального образования. Исключить Фанатинское СМО и включить Владимир СМО. Проект будет своеобразный объект, так как она граничит с территории октябрьского района муниципального образования. Указано изменение, нарушая граница одномандат избирательных округов по числу избирательных. С этим прошу утвердить данную схему, изменение в схем избирательных округов. Спасибо за внимание и готов ответить на интересующие вас вопросы. Хорошо. Вопросы, пожалуйста, уважаемые коллеги. Так, пожалуйста, с вами. Батар Магимирович, у меня вопрос, поскольку на предыдущей сессии 34-й, когда мы утверждали схему одномандат избирательных округов, докладчиком была Наталья Дмитриевна. Скажите, вы сами лично принимали участие в разработке при составлении схемы одномандат избирательных округов 21 вопрос? Второй вопрос. Сегодняшними поправками в республиканский бюджет мы предусматриваем вам 64 миллиона с копейками на проведение выборов. Если мне не изменяет память, я подняла официальные данные, которые по прошлым выборам 2018 года сумма была гораздо меньше. Можете сразу аргументировать, чем это вызвано? да. Отличный первый вопрос, если честно говорю, я находился в это время трудом опыта. Вы знаете, что 28 февраля нам принят закон о выборах народного курала, которые мы тоже принимали участие в заседании курала. И в марте месяце, когда разрабатывали разрабатывать эта схема для очередного уголовного курса. в марте месяце. Пожалуйста. То, что касается вас интересует, почему такое увеличение произошло, но дело в том, что за пять лет во-первых, цены из-за 90 совершенно другие получаются услуги и товары. у нас выборы действующего созыва проводились по пропорциональной системе. Естественно, в настоящее время у нас 17 муниципальных округов образованных возросла нагрузка на работу. Мы не формируем опушенные комиссии, учитывая то, что у нас кадры управления, честно говоря, и будем в этой ситуации выходить путем возложения полномочий на территориально избежать и комиссии. Естественно, это требует дополнительных затрат на кладку службы работают. Мы еще начали на отследствие обслуживания. Я не думаю, что произошло в колоссальном неврозе, а на самом деле увеличение должно было быть. Объективно, считаю. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста, Арсан. Ватер Владимир Владимирович, когда рассматривали данный вопрос о принятии данного законопроекта, мы тогда возмущались, говорили, ну зачем, во-первых, в попыхах принимать такой закон? У вас было 22-й год, когда можно было все это действительно нормально рассмотреть, а то вот так вот сейчас приходить и говорить, извините, мы там чуть-чуть ошиблись. Ну это как так? Я понимаю, да, но я же говорю, то, что тогда предлагалось рассмотреть вопрос об увеличении количества мандатов народных уралов, чтобы не таким кощунственным образом не пилить округа. Сейчас вы прекрасно понимаете, вы сейчас вот приходите, ну грубо говоря, не вы же лично себя представляете, а весь избирком представляете, калмыкии краснеете, то, что мы совершили ошибку. А где гарантия того, то, что еще какие-то либо ошибки не возникнут. Оно же... Уже поздно, сегодня последняя возможность принять землю. Ну вообще, Антон Васильевич, даже вот так вот, я пускаю даже вот эту сторонку, но получается тогда и премьерис по Единой России провелись, и по сути надо было теперь перепроводить, но с точки зрения сейчас новых этих нововведений, так? Ну я понимаю, это чисто партийная партийный интерес, там, это их решение, но с точки зрения вот именно перед народом правоты, тут уже, тоже уже, так скажем, вопрос и легитимность. Да, поэтому вот тут вопрос, почему нельзя было вот рассмотреть и нормально, и где гарантия того, то, что еще какие-либо ошибки не вскроются, потому что у меня вопрос с нарезкой города, с нарезкой, да, с нарезкой города тоже. Гарантии есть и будут, то, что касается разработки закона, который вы приняли в феврале этого месяца, у нас нет связанной комиссии республики законодательства инициативы. Разработчиком этого закона я власть администрации города Весты, мы совместно с вами депутатами принимали, мы тоже в свою очередь давали заключение. У нас, конечно, тоже некоторые моменты тоже, конечно, не устраивает, мы всегда учили на свои интересы, чтобы нам проще было проводить некий выбор. Ну, несмотря на это, мы вообще обязаны исполнять требования закона, которые вами приняты. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Нет вопросов. Уважаемые коллеги, решение... Антон Алексеевич, вопрос один. Пожалуйста, вопрос, а? Да. А где Чужая? Он вообще работает или нет? Все время Замы приходят говорить за него. Я понимаю, что он боится появляться на фурал, но все-таки надо. Я использую свои полномочия направляю на имя Чужары соответствующие письма. Чтобы было понятно. Это просто неуважение депутатам, целому парламенту, да? Поскольку стоит вопрос, он должен приходить в специально-сбирательные комиссии. Ну, вот, наверное, передаст. Ну, я передам, конечно, учитывая сегодняшнее заседание при отсутствии, это дело в том, что сейчас у нас начался период, когда мы вошли в годы избирательной кампании, и Центральная избирательная комиссия, она очень, ну, в этом плане большое внимание уделяет субъектам и постоянно в день несколько раз провал совещания в виде в ПТС. Спасибо. Я почему стал задавать такой вопрос, Александр Владимирович. Два-три слова. Потому что я беспокоюсь, он выучил все, что ему положено или нет. потому что на одном из первых заседаний, на первом заседании избирательной комиссии ему задали вопрос, на чем строится деятельность избирательной комиссии, на какой закон основывается деятельность избирательной комиссии. Он не мог ответить на этот вопрос. Я вот хотел увидеть его и задать вопрос, он выучил в уроке или нет. Понятно. Но можете встретиться с ним, я думаю, запишитесь, он придет вас. Ну, мы же люди публичные, поэтому мы хотим видеть здесь у себя. Внение большинства может быть, да. Значит, пожалуйста, уважаемые коллеги, решение комитета. Решение комитета внести и рекомендовать народному праву Республики Калуги принять данный проект постановления. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучил. Есть реплика? Нет. Прошу включить режим голосования. Прошу всех голосовать. Определяйте свою позицию. Не может быть нет позиции. Уважаемые коллеги, большинство достигло, решение принято, изменения внесены. Надеемся, что больше катаклизмов не будет. В крайнем случае в этой части вопроса по размещению на листке кругу. Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, на предложение депутатов реагируйте. Вот реплики, что вы видите, заставляют вас подумать, реагировать. Следующий проект постановления Народного Курала Парламента Республики о назначении выборов депутатов Народного Курала Парламента Седьмого Созыва. Вносится к председателю доклады и заместения председателя Сергей Александрович Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, представляю вашему вниманию проект постановления Народного Курала Парламента Республики Калмыкия о назначении выборов депутатов Народного Курала Парламента Республики Калмыкия Седьмого Созыва. В сентябре 23-го года истекает установленный срок полномочий депутатов Народного Курала Парламента Республики Калмыкия Седьмого Созыва. В соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством, к полномочиям Народного Курала Парламента Республики Калмутия относится установление даты и назначения выборов. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, не позднее, чем за 90 дней за дня голосования, то есть в период со 2 по 12 июня текущего года. На основании изложенного данным проектом постановления предлагается назначить выборы депутатов Народного Курала Парламента Республики Калмутия 7 созыва на 10 сентября 2023 года. Прошу поддержать. Уважаемые коллеги, предложение озвучено, внесенное председателем в рамках соответствующего закона Республики Калмутия, поэтому, если вопросов нет, давайте мы приступим к голосованию. Секундочку, у меня есть еще вопрос. А пожелания есть, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемый Антон Васильевич, уважаемые коллеги, Как я уже отметила, работа депутатского корпуса 6 созыва завершается. Антон Васильевич сегодня отметил, что у нас будет возможность пообщаться со своими избирателями, выступить с предконференцией об итогах своей работы за созыв в 6 корпусе. И эта возможность обязательно нужна, Антон Васильевич, для того, чтобы показать, чем занимались депутаты Народного хорала Парламента Республики Калмыкия 6 созыва. Не случайно в историческом временном промежутке времени появилась и межфракционная группа депутатов Народного хорала 6 созыва. Это явление было впервые сфокусировано в Российской Федерации. Многие коллеги из других субъектов просили уточниться, что это такое, если это не депутатское объединение и не депутатская группа, в чем же смысл работы. А смысл работы в том числе состоял в том, чтобы консолидироваться для решения актуальных проблем, которые интересуют гражданам Республики Калмыкия. В первую очередь, которые хоть на один шаг приблизят чуть улучшение жизни гражданин Республики Калмыкия. Как бы пафосно это ни звучало, но работа депутатов, она публична, она дает возможность хотя бы проецировать и говорить о проблемах, которые есть в Республике в рамках той же дорожной карты, которую мы вместе с коллегами отрабатывали в 6 созыве совместно с правительством Республики Калмыкия. Поэтому, коллеги, у меня обращение уже к депутатам Народного хурала 7-го созыва. Сегодня мы определяем и принимаем постановление о назначении даты выборов. Хочется пожелать депутатам Народного хурала, вне зависимости от фракционной составляющей, самое главное, быть патриотами своей родной республики, работать на общий результат и, конечно же, быть лучше нас. Спасибо, коллеги. Спасибо. Александр, одну минуту. Николай Венич, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Васильевич, коллеги и приглашенные. Я бы хотел сегодня выступить именно по этому вопросу и поддержать нашу межракционную группу и коллег своих о трех днем на голосование. В первую очередь, уважаемые коллеги, мне бы хотелось обратить ваше внимание, что сегодня мы голосуем за вопрос с формировкой назначить выборы депутатов Народного хурала Парламента Республики Калмыкии 7-го созыва на 10 сентября 2023 года. В самом постановлении ничего не сказано о многодемном голосовании. Избирательная комиссия уже подготовила постановление, в котором говорится о проведении голосования, назначенных на 10 сентября 2023 года в течение нескольких дней подряд. 8, 9, 10. Напомним, что решение многодемного голосования было принято три года назад во время бушующей пандемии COVID-19. И данное решение было оправданно обеспокоено за жизнь и здоровье граждан. Сегодня ради этой же цели мы считаем необходимо вернуться к единому дню голосования. Насколько нам известно, эпидемиологическая обстановка на территории России и Республики Калмыкия, в частности, признана стабильной и каких-то бы ни было существенных рисков, связанных с пощищением мест массового скопления людей, в настоящее время не установлено. Исходя из этого, считаем нечерцепразным проведением многодемного голосования. Но теперь у нас есть другая опасность. Мы все видим, как в последнее время усложним ситуацию не только на территориях вновь присоединенных субъекта Российской Федерации, но и в нашем государстве в целом. Речь идет о террористических атаках, проводимых с стороны ВСУ. И мы не можем исключить, что подобные атаки будут направлены на территорию Республики Калмыкия с целью своего выборного процесса. Депутаты фракции КПНР считают, что проведение тревогенного голосования увеличивает риски проведения каких-то либо право-законных действий, направленных на нанесение ущерба здоровья и жизни наших граждан. Особое беспокойство наших депутатов возникает именно за самое дорогое наших детей. Большинство избирательных участков располагается в образовательных учреждениях, школьных и дошкольных, в которых не прекращается учебный процесс во время выборов. Граждане имеют более легкий доступ к проникновению в образовательные учреждения, в дополнительные дни голосования, тогда как в обычные дни даже родителям вход в здание учреждения запрещен. Кроме этого, у нас есть опасения, что МВД Республики Калмыкия не сможет иметь возможность обеспечить безопасность на участках избирательных комиссий все три дня с учетом отдельных населённых пунктов, а также в случае проведения на территории Республики в эти дни дополнительных оперативных мероприятий. В прошлом 2021 году Республиканская избирательная комиссия мотивировала свои решения о многодневном голосовании созданием дополнительной возможности реализации депутатных прав граждан Российской Федерации. Однако, анализируя данные Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, мы видим, что электоральная активность населения Республики Калмыкия выросла несущественно и не мешает 30-35% порога, а в некоторых вовсе снизилась. То есть, трёхдневное голосование не приводит к увеличению процента явки избирателей, но зато приводит к увеличению фальсификации результатов голосования. Особенно этот синдром явка выражена в отдалённых сельских населённых. Пример. Принятинский район, последние выборы 2020-2021 года, аномально высокое голосование вне помещения, более 35%. А ведь явка в первую очередь показатель уровня доверия населения к институту выборной системы. Новые, принятые в числе и федеральные законы, связанные с регулированной работой доверенных лиц кандидатов, упражнения действий членов комиссии с правом совещательного голоса, лишь очередной раз дают повод избирателей усомниться в чистоте проведения голосования. А это напрямую отражается и на доверии ко всему политическому руководству Российской Федерации, включая и главу нашего государства. Фальсификации результаты искажаются в политическом настроении населения, тем самым вводя в заблуждение президента России об истинном положении в субъектах Федерации. Отдельный вопрос. Организация видеонаблюдения на избирательных участках многодневное голосование. 47 миллиардов рублей было принято на предмет кандидат видеонаблюдения, которые были установлены на 100 тысячах избирательных участков в Российской Федерации. Вместе тем, при проведении выборов депутата Государственного Дома Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созрева органы местного самоуправления вместо средств видеорегистрации массово обеспечивали избирательные комиссии ноутбуками, технические характеристики которых не обеспечивали круглосуточное видеонаблюдение и сохранности сейф-пакетов. По данному факту возникало многочисленное количество конфликтных ситуаций, связанных с сохранением сейф-пакетов в ночное время. Особое внимание прошу обратить министра МВД по республике Калмыкия. Почему? Почему? Вопрос возникает. Наряд милиции, который обеспечивает правопорядок на избирательных участках, вопреки закону ночуют на избирательных участках, мотивируя тем, что они охраняют сейфы. Хотя по закону они должны охранять избирательные участки полностью. И когда говорят, а где будем спать? Ну так вы знаете, наряды приезжают не спать туда, а обеспечивают охрану и правопорядок. Какой может быть спать быть? Поэтому просил бы министерство МВД по республике Калмыкия обратить особое внимание по подготовке разъяснений своим работникам, чтобы они работали в рамках закона. Также считаем, что тюрктивное голосование влечет до собой влечение бюджета, что недопустимо при сегодняшней финансовой ситуации в нашем регионе, которая принимает активное участие поддержка слуха. На сегодняшний момент нет никаким, на наш взгляд, оснований для проведения многодневного голосования. Но есть опасения за безопасность жизни наших жителей региона. И мы с коллегами из межфракционной группы рекомендуем избирательной комиссии. Первое. Не рассматривать на свидание с Бергом вопрос о комбинах голосования на выбор депутатов Народного Урала парламента Республики Калмыкия 10 сентября 2023 года. Назначить 10 сентября 2023 года единым днем голосования продолжительностью проведения день воскресенья 10 сентября 2023 года с соблюдением бюджетным законом законодательства для тишины. Когда избиратели лично, очно придут к избирательным участкам на УИКе по месту жительства, пользуясь своим правом, проголосуют за того или иного кандидата. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо. Мнение межфракционное услышано. Наталья Сергеевна, по существу вопроса. Да. Значит, по существу вопроса. Вот вы говорили в отчете депутатов перед избирателями. На самом деле на каждой встрече с избирателями в районах республики, особенно после того, как глава республики Калмыкия официально объявил, что призывает депутатов отчитываться перед избирателями. Я лично отчитываю за все пять лет. Избиратели у меня спрашивают, а почему в Хурале нет рейтинга среди депутатов. Мы не знаем, как кто из депутатов работал, кто сколько законопроектов внес, какова результативность отдельно взятого депутата. Вот вы сегодня говорите, достаточно моего обращения как председателя народного хурала. Но, к сожалению, Анатолий Васильевич, сколько раз вы нам заявляли, что вы обратились с письмом в то или иное ведомство. Результат-то зачастую нулевой. Но это значит, что статус вашего обращения, он ниже обращения депутатов народного хурала. Об этом нужно помнить. И я думаю, в седьмом созыве многое надо менять. Начиная с регламента. Я, в свою очередь, носила изменения в регламент народного хурала еще, по-моему, год или два назад. С целью сделать прозрачную работу хурала. Вы эти изменения даже не вынесли на просмотрение соответствующего комитета. Это вопрос по вам. К сожалению, вы уходите. Но, значит, следующий председатель народного хурала должен вносить изменения в регламент народного хурала. Вы еще меня провожаете. По поводу предыдущего выступления я хочу сказать, что действительно, в регионе, где количество избирателей меньше 200 тысяч, проводить трехдневное голосование, это просто смешно. Вот в других регионах, допустим, там, та же Волгоградская область, у них один из участков такой, по численности избирателей. Правильно сказал Николай Аднеевич, это еще и экономия бюджета. Мы привыкли тратить бюджетные деньги направо и налево не считая. Одно дело проводить выборы три дня, другое дело один день. И нам придется выделять не 65 миллионов, о которых говорила Собор Александровна, а гораздо меньше. А каждый миллион для нашей республики существенен. Для руководства республики не существенен. Мы увидим это при отчете об исполнении бюджета. Поэтому я считаю, что вот, ну не правы те депутаты, которые не поддержали предложение моего коллеги по фракции. Все-таки официальное обращение от депутатов народного хурала к избиркову республики Калмытия. Этот документ имеет совершенно иной вес, нежели письмо. Мы уже все прошли, вопрос, давайте конкретнее. Вот я по этому вопросу и высказалась. Спасибо. Ваше мнение услышано. В интернете люди смотрят. Я думаю, все оценят так, как надо оценить. Постановление на руках. Прошу определиться с голосованием. Включите режим голосования. Извиняюсь, отключите режим голосования. Я неправильно вам подал сигнал о голосовании. Обручите режим голосования. Теперь же тут техника. Включайте. А комитет... Я же уносил это предложение. Давай так. Большинство достигнуто. Решение принято. Уважаемые коллеги, если мы голосовали против, без нас бы это приняли решение. Но я вас всех просил показать, что мы солидарны за то, чтобы следующий созыв работал более эффективно, о чем вы говорите, Наталья Сергеевна. Более конкретно. И думаю, они должны быть лучше нас. Да, это реплика моя после голосования. Значит, поэтому мы приняли. Будем проводить голосование 10 сентября. Все остальные вопросы будут технологически отрабатываться в соответствии с законом. Рассматривается следующий вопрос в повестке дня. Вопрос номер 6. По выполнению республиканского бюджета за 22-й год, вносится глава республики, докладывает первый за визит в бюджете правительства, а черсаджей чему поручили. Слушаем внимательно. До 15 минут, пожалуйста. Потом вопросы. Это более эффективнее. Добрый день, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты и приглашенные. Ваше внимание представляет проект закона о выполнении республиканского бюджета за 2022 год. Основные параметры бюджета сложились следующим образом. По доходам 24,223 млрд рублей или 115,6% в прошедшем 2021 году или 103,3% утвержденного плана. По расходам параметры сложились следующим образом 25,1 млрд рублей или 112,6% в 2021 году или 97% утвержденного плана. Дефицит 892,2 млн рублей в сравнении с 2021 годом. Дефицит уменьшился на 457 млн рублей. В 2022 году, согласно бюджетному законодательству, объем дефицита уменьшается на сумму расходов, которые направлены на устранение последствий коронавирусной инфекции и на проведение частичной мобилизации. Общая сумма указанных расходов составила в прошлом году 168,4 млн рублей. Соответственно, дефицит бюджета, если его считать к сумме дохода без учета безвозмездных поступлений, составил 8,3% и в абсолютном вооружении 723,8 млн рублей, что соответствует положению 292 бюджетного бюджетного бюджета Российской Федерации. Исполнение бюджета всех уровней в минувшем году происходило в достаточно непростых условиях, прежде всего связанных с санкционным давлением. Для обеспечения устойчивого развития экономики и минимизации неизвестных последствий было разработано в том числе, направлено на поддержку отраслей экономики. Так, на федеральном уровне были приняты меры поддержки, снижены два раза царифы страховых носов, перенесены сроки уплаты налогов, введены льготы и кредитные каникулы для отдельных платежек и ведет мораторий на проверку. На оригинальном уровне мы пролонгировали действия минимальных налоговых ставок по обращенной системе налоговложений для подсадков отраслей экономики и для тех организаций, индивидуальных соединений, которые впервые зарегистрированы на территории республики. Благодаря принятым мерам налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики за 2022 год увеличились на 815 млн рублей или 7,6%. По республиканскому бюджету мы по налоговым и неналоговым доходам отдали на уровне 2021 года и ныне 8,684 млн рублей. Это даже с учетом того, что были предоставлены налоговые льготы и были переданы дополнительные нормативы отчислений от отдельных видов налогов местные бюджеты. Отдельно пройдусь по основным доходообразующим налоговым источникам. Поступление по налогу на имущественные организации выросли на 6,2% или 94 млн рублей, за 100 млрд 450 млн рублей. Увеличение поступления связано с просто налоговлагаемой базой, которая была условия на рост на газоволожение со стороны таких компаний, как ГТК, Газпрома, Морсика, Юга. Они в целях расширения и модернизации своих действующих производственных оборудований, вкладывали средства, увеличивали, соответственно, увеличилась, улучшилась и увеличилась стоимость оборудования. И это отразилось на поступление от налогов на имущество организации. Также увеличение обусловлено уплаты задолженности по данному налогу. В связи с увеличением 1 января 2022 года норматива распределения дохода от активы на нитепродукты рост составил 9,6% или 210 млн рублей. В целом активы на нитепродукты поступили в сумме 2 млрд 408 млн рублей. Значительное влияние на формирование доходной части оказало увеличение количества налогоплательщиков в связи с унижением налоговых ставок для отдельной категории налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Поступление налога по упрощенной системе налогоплательщиков увеличено на 268,4% или 281 млн рублей. Составили в целом 68 млн рублей. При этом рост за 2021 год по количеству субъектам малых и средних поднимателей составил 2275 единиц. По прошедшим 2022 году лечение составило 2050 единиц. Здесь я хотел бы поблагодарить прежде всего вас, депутатов, за принятые решения в части поддержки наших предпринимателей, в части снижения налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. Я напомню, мы приняли самые минимальные налоговые ставки, это 1% если база налогообложения дохода, и если доходы минус расходы 5%. Здесь хотел бы, наверное, у нас была совместная работа поблагодарить и общественные организации этого топора России в лице Орган Борисовича торгово-промышленного палата, в лице Ильянова Надежа Павловна, сообщества «Большой бухгалтеров», которые буквально мы с Кандашом выявляли все наши позиции и считали, какие будут выпадающие, что мы можем им иметь в плюсе. Дальше, поступление по налогу на доходы физические из республиканских бюджет составил 1,620 млн рублей, это на уровне 2021 года. В целом, если брать на субъектный бюджет, то у нас по данному виду влечение составило почти 10% и 264 млн рублей. Здесь увеличение по НДФЛ было обусловлено тем, что выросло на 8,5% среди месяца начисленная заработная плата, также были проведены мероприятия в часть возбуждения рабочих мест, это, прежде всего, наверное, у нас реализация программы индивидуально-социально-экономического развития, снижение неформальной занятости и увеличение размера мороз. В целом, все равно, мы по данному налогу отстаем от того темпа, который у нас ловился по стране. По стране у нас 116% по субъекту, он получается 109,7%. День республики все равно, мы не можем защитить последствия санкционного давления, и это отразилось на исполнение основного нашего доходопрадующего налоговых дочек, это налога на прибыль организации. В сравнении с 2021 годом объем поступлений снизился почти на 24% и на 680 миллионов рублей. То есть за прошлый год мы считали, а вот на прибыль в объеме 2,282 миллиона рублей, а в 2021 год, напомню, эта сумма была 2,862 миллиона рублей. Это было прежде всего условно тем, что снизились результаты наших хозяйственных деятельностей, наших основных крупнейших налоговых дечек. По безвозмездным поступлениям рост диспетчен за счет федеральных поступлений, которые в сравнении с 2021 годом увеличились на почти 28%, на 3,357 миллиона рублей и составили 15,53 миллиона рублей. Также, если брать целевые поступления в виде субсидий, субвенций иных международным трансферам относительно 2021 года, выросли на 33% или на 2,6 миллиарда рублей. Указанный рост здесь обусловлен за счет старта новой программы по модернизации или капитального ремонта зданий наших школ. Дополнительная выделенность федерального бюджета в 2022 году – это 1,6 миллиарда рублей. И также увеличение финансирования национального проекта дополнительно выделено 1,1 миллиарда рублей. Расходы республиканского бюджета за 2022 год увеличились почти на 13% или на 2,8 миллиарда рублей, и составили 25 миллиардов 115 миллионов рублей. Но исходя из той напряженной ситуации, которая у нас складывалась в ходе исполнения бюджета, мы исполнение осуществляли исходя из приоритетов. В первую очередь, это, конечно, выполнение полного модема социально значимых расходов. На исполнение социальных обязательств по заработной оплате, социальным выплатам обязательно медицинскому страхованию, за неработащее население направлено почти 52% от общей суммы расходов бюджета. Из этой суммы на заработную оплату с начислением направлено почти 7 миллиардов 300 миллионов рублей или 56%, на социальное обеспечение 4 миллиарда 346,5 миллионов рублей или 33%. Во второй очереди, это исполнение, конечно же, национальных проектов. В 2021 году расходы на финансирование 10 национальных проектов, в рамках которых у нас 6 оригинальных проектов, составили 5,5 миллиарда рублей. Если сравнивать с 2021 годом, динамики рассматривают увеличение социал почти 27% или 1,2 миллиарда рублей. Здесь выросли расходы по оригинальным проектам дорожной сеть, оригинальным проектам чистая вода. Если брать структуру, то около 30% средств, которые выделены на финансирование национальных проектов, 1,3 миллиарда, направлены на реализацию или финансирование национального проекта демографии, это 889,2 миллиона рублей, национального проекта здравоохранения 421 миллиона рублей. Большие ресурсы выделены направлены на создание комфортной и безопасной среды для жизни людей в рамках таких национальных проектов и безопасной и качественной дороги, это 2,216 миллиона рублей, жилье городская среда 682 миллиона рублей, экология 182,8 миллиона рублей. Ну и третье, по приоритетам очереди, это были для нас или, конечно же, наше муниципальное образование и финансовые домоотношения с ними. В сравнении с предыдущим 2021 годом на 30% или на 2 миллиарда рублей выросла финансовая помощь. В целом она состояла за прошлый год 9 миллиардов рублей. Из этой суммы 4,2 миллиарда это субсидии на финансирование или на софинансирование реализации муниципальных программ и национальных проектов. Из этой суммы 1,6 миллиарда это средства, которые направлены в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. Кроме субсидий, субсидий мы отдельно выделяли на поддержку наших муниципальных образований и дотарственное обеспечение сбалансированности. Ее общий объем за прошлый год составил 159 миллионов рублей. В 2022 году продолжилась практика инициативного дезитирования. Она направлена на решение вопроса местного отношения с учетом, для привязания приоритетов населения, которое проживает на территории определенного населенного пункта. В 2022 году было реализовано 20 проектов с общим финансовым обеспечением около 19 миллионов рублей. Из этой суммы 14 миллионов это средства республиканского бюджета и качества софинансирования. Помимо прямой финансовой поддержки, муниципалитеты получили дополнительные науки и его отчисления от федеральных и региональных налогов. Здесь я позволю напомнить, что мы продолжили в 2022 году братьку замены дотаций на Вране, бюджетно обеспечен дополнительным нормативом от НДФЛ. Это сделано для того, чтобы повысить, заинтересовать наших муниципальных образований и увеличение налогового поступления. По итогам 2022 года дополнительное поступление НДФЛ составит почти 73 миллиона рублей. И с 2022 по 2024 год у нас действуют дополнительные нормативы по УСН и по транспортному налогу. Напомню, в конце 2021 года мы с вами приняли решение увеличивать до 50% нормативы отчисления от УСН и от транспортного налога в наши бюджеты районов муниципальных образований города Весты. И также в конце 2021 года мы принимали решение в части увеличения норматива распределения от НДФЛ на 5% бюджет города Весты и бюджет городских и сельских муниципальных образований. В результате передачи норматива местных бюджетов дополнительно поступило почти 1,4 миллиарда рублей. Благодаря всем этим принятым мерам, которые я перечислил, доходы местных бюджетов увеличились на 37% или 3,3 миллиарда рублей, из них налоговые и неналоговые платежи на 33% или на 832 миллиона рублей. 55 муниципальных образований завершили крошу-финансовый год с профицитом, улучшилась и структура муниципального долга. Доля экономических кредитов была уменьшена на 10%. Более 97% всех расходов республиканского бюджета формируется в рамках действующих 22 государственных программ. Их финансовое обеспечение составляет 24,4 миллиарда рублей. И отдельно я хочу пройтись по исполнению отдельной государственной программы. На государственную поддержку сельского хозяйства направлено 991 миллион рублей, поддержкой воспользовались 2444 сельхозтоваропроизводителя. Указанные средства направлены на дымяное животноводство, мясное скотоводство, на отцеводство, производство тонкоруна, шерсти, на приобретение элитных семян, оказание несвязанной поддержки в области растеневодства, а также на развитие малых форм хозяйства. В 22-м году расходы дорожного фонда составили 3,104 миллиарда рублей. Из них на реализацию национального проекта безопасной и качественной дороги выделено 2,216 миллиарда рублей. В рамках этих средств приведено и отремонтировано почти 130 км дорог регионального значения, 9 дорог более 111,5 км протяженности, 5 дорог на территории Целина района, 16,3 км. И отремонтировано 25 км в области дорожной сети населенных пунктов районов муниципальных образований. В рамках национального проекта Турига на гостюле гостеприимцы впервые выделены средства на создание модульных и капитальных средств размещения или так называемых модульных гостиниц. Общая сумма средств состояла от 71,4 миллиона рублей. Средства были направлены на разведение 5 современных модульных гостиниц на 60 номеров, которые дополнительно созданы на 140 км и 300 кучих мест. Объем расходов на реализацию государственной программы развития образования по сравнению с 2021 годом увеличился почти на 40% на 2,2 млрд рублей и составил 7,5 млрд. Основное увеличение связано с началом действия республики в программе модернизации школьных систем образования. На реализацию этой программы на финансирование в прошлом году было направлено 1,6 млрд рублей. В рамках указанной программы проведен ремонт и обновлено оборудование на 17 школах республики. Из них в Синей школах и Листыши школа отремонтирована, которая расположена в районных центрах, и 4, которая расположена в сельских населённых пунктах. В текущем году планируется обновить уже 24 школы, из которых 17 – это сельские. В сфере образования принимаются меры на правильное определение социально защищенности федагогических работников. Я напомню, в 2021 году были увеличены доплаты доказательства. В классном году в 22 раза установлены выплаты ежемесячные в размере 10 тысяч молодым учителям. В 2022 году данная работа была продолжена. Были увеличены с 5 до 7 тысяч ежемесячные выплаты воспитателям детских садов, и с 4 до 6 тысяч были увеличены выплаты педагогам дополнительного образования. Ну и увеличены были у нас в 2-3 раза это подъемные молодым учителям, в 1,5-2 раза были увеличены подъемные молодым воспитателям. Если брать национальный проект образования, то коммуницирование проекта было направлено и с 2019 года рассматривать 2,5 миллиарда рублей. Если брать в 2022 год, то 832 миллиона. И с ростом к 2021 году на 43%. В 2022 году было завершено строительство 4 пристроек. Общая строительная мощность составила 825 мест дополнительно. Созданный функционерный догибец центров образования точка роста, и из этого количества 35 было создано в прошлом году. Я напомню, что в рамках данного мероприятия приобретается оборудование, которое устанавливается в наших образовательных учреждениях. Соответственно, есть возможность осваивать образовательные программы общего дополнительного образования, с использованием современного оборудования. В 2022 году отремонтирован спортзал в 6-ти сельских школах, создано 3 школы, покрым и клубы в 3-х сельских образовательных организациях. И также большое внимание уделяется развитию среднепрофессионального образования. За время реализации проекта «Молодые профессиональные» на базе колледжа республики в Миссии Америки и не только наше государственное учреждение регионального значения и федерального значения, создано 25 мастерских, которые будут оснащены современным оборудованием. Из этого количества 9 созданных в прошлом году. На реализацию госпрограммы развития культуры и туризма в 2022 году направлено в 62 миллиона рублей. Если в динамике, то 22% роста в 26 миллионов рублей. Но большая часть этих средств направлена на реконструкцию, ремонт, строительство сельских учреждений культуры. В прошлом году были отремонтированы сельские дома культуры в Яшкинском и Гордыковском районе, построены сельские дома культуры в Веселине Чапаевска. И мы начали работы по реконструкции детской школы искусствия Малозербета и дома культуры в Ашамбулокском районе. Создана модельная муниципальная гибротека в Лагане. Также в 2022 году на укрепление Магиан-технической базы и учреждение культуры направлено средство в сумме 131 миллионов рублей. У вас три минуты есть. По госпрограмме развития физической культуры у нас в прошлом году было завершено устроиться малоспортивные площадки. Теперь в каждом районе имеются свои малые спортивные площадки. И построены две площадки спортивные на территории двух школ. Это в нашей столице. По здравоохранению на реализацию национального проекта на трамп 421 миллион рублей в рамках этих средств были достойны 9 отчества врачей общей практики и приобретено оборудование в рамках регионального проекта за борьба с сердечной судьбой заболевания и борьба с энкологическим заболеванием. В целом было приобретено оборудование на общую стоимость 217 миллионов рублей. По модернизации первичного 12 правоохранения за два года реализации направлено 351,5 миллиона рублей. Из этой суммы в 2022 году 85,6. Из этой суммы 72,2 миллиона на эту сумму было закуплено медицинское оборудование для городской поликлиники района больниц, автомашины для врачебных амбулаторий и начало строительство поликлиники в Горьбековской районной больницы. По социальной поддержке жителей направлено здесь тоже не могло обойти этот вопрос. На социальную поддержку направлено в прошлом году почти 3,5 миллиарда рублей. В целом с 21 годом увеличение на 96 миллионов рублей. с поддержкой мерами у нас охвачено более 140 тысяч жителей или более 50% населения. Но важными здесь у нас, конечно, являются поддержки семей с детьми. То есть это компенсация расходов по оплате в большинстве коммунального культуры в части платы для обучения в колледжах ежемесячные выплаты на питание школьников, ежегодные выплаты на подготовку школьных как за ребенком. В целом на эти меры поддержки именно на поддержку семей детьми в прошлом году было направлено 2 миллиарда 412 миллионов рублей, что составляет 70% всех расходов на социальную поддержку населения. В результате оказанных мер увеличилось на 10% в количестве многодетных семей и по итогам 22 года увеличение среднедушевых денег на ходу состояло в 23% и в абсолютном поражении 2200 рублей. Если вкратце у меня все, доклад окончен. Благодарю за внимание и готовы ответить на вопросы. Спасибо. Уважаемые коллеги, чтобы мы могли все поработать, противно не путать вопросы лаконично, конкретно. Если есть два вопроса, сразу два вопроса. Затем обсуждение, и принять решение. Иначе мы друг у друга иногда забираем время и просто надо уложить на отношения сельхозтоваропроизводителя. Пожалуйста, вопросы. Нам все можно, пожалуйста. У меня три вопроса. Здесь прозвучали цифры. Довольно огромная поддержка оказывается сельхозтоваропроизводителя. Но сегодня у нас отрезательный рост, как отметила статистика. и доходов от сельского хозяйства нет. Сельское хозяйство провалено уже который год после 20-го года. Но, понятно, 20-е, 21-е были они обоснованы. И я в то время все-таки предлагал по продежу, когда летом это началось, я попросил депутатов проголосовать за решение, по которому мы должны были инициировать наши пожелания по получению субсидий по продежу животных. И в тот момент, когда еще продежа было мало, можно было создать прецедент получения этих денег, а впоследствии уже получить огромный вал после зимнего продежа. Но на встречу не пошли депутаты. И сегодня мы хлебаем последствия, мы хлебали два года, и сейчас отзывается третий, но уже должно наладиться при такой финансовой поддержке, а мы имеем падение по-прежнему. В общем, я как человек близкий к этой возрасту, вижу, что очень плохо у нас сегодня дела обстоят в сельском хозяйстве. И может быть, вот сегодня ответить на вопрос, вследствие чего это происходит, и вот в рамках правительственного часа, и по-моему еще у нас одна сессия будет заслушать вообще министра сельского хозяйства о ситуации. Вопрос второй касается фонда развития предпринимательства. Через Андреевич, как на ваш взгляд есть ли предприниматели, которые уже миновали рубеж отчетности, и каковы у них дела? Потому что статистика по России во многих субъектах очень показательна тем, что деньги как бы ушли безвозвратно. То есть люди получили, отчитались там положено три года по рабочим местам. Там рабочее место стоило полтора миллиона, сейчас по-моему два, отчитали, что люди получали зарплату, предприятие работало, а через три года оно пропало. И получается, что деньги государственные выделены, а предприятий нет. Бизнес, который мы ожидали в стране, он потерялся. Вот какая ситуация с этим у нас фондом, какие деньги ушли, и есть предприятие, которое уже после отчетного периода продолжает выплачивать зарплату, сохранять рабочие места, то есть деятельность продолжает. Хотелось бы нам увидеть такой эффект, правильно, да? И вот ваш анализ на эту вещь. Третий вопрос я задам, на два ответьте. Вчете поддержки сельского хозяйства, я как в своей докладе озвучил в прошлом году 991 миллион рублей было направлено. И здесь я хотел бы сказать, что большая часть средств это сфинансирование за счет субсидий федерального поддержки, на поддержку, на стимулирование развития подразделений сельского хозяйства. но мы в прошлом году в рамках того, чтобы поддержать эту отрасль, выделили свои средства. Это порядка 42 миллионов было на возможность приобретения нашими сельскохоскоропроизводителями молодняка, животных, и плюс мы поддержали порядка 15 миллионов на поддержку, поддержали на шельсовую сельскохозяйственную частью, чтобы они имели возможность получать воду и помочь им в обслуживании расходов по электроэнергии. То есть там порядка 60 миллионов людей мы делили именно за счет собственных средств республиканского бюджета поддержать. В части, если рассматривать налоговые поступления, то я сказал, что за прошлый год из СХН 179 миллионов это порядка 30, порядка 10% в 2021 году. То есть ситуация нестабилизируется. Плюс сельхозтоваропроизводитель у нас есть возможность поддерживать через фонды развития. Через фонды развития, через индивидуальную программу развития. Фонд развития это значит займ годных. Второе направление это если сельхозтоваропроизводитель купил технику, то же самое что если он разместит часть этих расходов через субсидии есть компрессионный политик. Ну и дальше я думаю что вчера мы как раз это обсуждали нашу уважаемую руководительность у вас производитель мы каждый тоже можно собраться еще раз и уже в рамках подготовки бюджета на фноу бюджетный цифр рассмотреть еще какие-то меры поддержки не учитывая федеральную поддержку то есть если есть клим то масса поступления положительных по ИСХМ по УСН я думаю что эти средства не должны возвращаться в виде расхода часть бюджета и поддерживать именно подвеси экономики по первому второму вопросу по фонду развития по эффективности и деятельности фонд развития мы создали в 20-м году под реализацию программы развития за эти три года у нас было выдано через около 80 и больше 80 миллионов рублей на финансирование внести зоны проектов но что я здесь хочу сказать часть того что работа не работает здесь мы ежеквартально селяемся с налоговой инспекцией в части сколько налогов они посудили ежеквартально мы отправляем отчет за федеральную мегану развитие они на последнем севере в пятницу которые мы с нами проводили они хотят работу нашего фонда стоять в третьем регионе что здесь наверное нужно подтянуться 820 это проекты как бы сильного направления любого не менее второе направление через фонд развития это на реализация сильных проектов по импортному помещению и так далее здесь я думаю что фонду можно подтянуться в этом направлении на прошлый год он выдан субсидии соответственно перед вычисляемым стоят 3% 7 лет и плюс конечно обязательно это создание рабочих мест во сколько это государство в полегине стоимость одного места порядка 2 миллиона рублей если средства 820 то 360 новых рабочих мест было создано до этого времени соответственно эта масса отразилась на том числе мы внесли небольшой вклад в объем поступления динамику положительного поступления по интерфейм то есть я хочу сказать что работа фонда она эффективна предприятия которые получили или организации предпринимателей которые получили средства они работают они эти средства возвращают у них есть обязан через 5 лет это сохраняется на крыльях рабочее место сохранять и выречить я думаю что после 5 лет эта история будет продолжаться потому что там будет достаточно серьезная процедура для выдачи денег там бизнес-план анализируется и вырежается и потом шлясть в следующий контроль спасибо значит можно ли я для которого 5-летний период еще нет 3 года мы только реализуем получать сейчас только 20 лет до 20-го года в том числе мы еще грубо говоря мы только пораскачивались у нас там в 20-м году несколько было проектов в 20-м году мы вышли в активную фазу то есть мы перечисляем средства фонда из бюджета через Минэкономики и раньше не было ничего что у нас нет сколько он там 5-6 лет что он приехал там мы принимаем проекты слушай я наверное оттуда дедусь я в подвал ты можешь спросить у меня один подобрать и на 3-д там где подшивали Там фамилию назовернута. Я, наверное, тут на сессию первого власти, что-то на вопрос. Что касается финансовой части, понятно. Что касается финансовой части, как раз у меня третий вопрос. Я хотел встретиться с председателем, она меня не приняла, как раз обсудить вопрос Агрокомпарка. На какой стадии вообще финансируется этот проект? Начался или нет? Когда будет? Сумма значительная и самое главное значение этого объекта очень высокое для республики. В честь Агрокомпарка у нас в отличающей ситуации. Мы положили в бюджете средства отражены на финансирование его строительства. Это порядка 510 миллионов рублей. Здесь национальный проект. И сколько? 510. Из которых там 500 миллионов федеральных средств. То есть федеральные, то есть федеральные субсидии. И 10 миллионов финансирование. И ситуация какая? На сегодняшний день завершается уже на самой-самой завершающей стадии у нас разработана проектно-исследовательная документация. Она разработана, она вот сейчас завершается проведение экспертизы. И я думаю, что с июля месяца мы уже должны приступить и соответственно к строительству. По срокам у нас это 23 и 24 года, как там партнер был. Жалко, что вы не проводите публичные обсуждения вот таких больших проектов. То есть 510 миллионов – это огромная цифра. И значение объекта очень высокое, повторяю. И надо было провести публичное обсуждение проекта. В чем он заключается, какие объекты будут строиться, что они принесут республике. Потому что Агропромпарк, само название говорит о том, что на этом объекте предприниматели из области сельского хозяйства должны получать информацию, навыки и так далее. Пример того, как надо организовать производство, в каком направлении двигаться и так далее. Нужно было, вот у нас была какая-то практика, начиналась при правительстве одном, что публичные слушания таких вещей проводились. И я думаю, я считаю, что это минус ваш огромный, потому что и вот после действия работы Агропромпарка, я считаю, что оно будет очень значимое для республики. И оно могло принести большие деньги в эту отрасль за счет того, что предприниматели агробизнеса, они бы научились правильно работать, строить этот бизнес. И действительно сделать его бизнесом, а не тем, что мы сделали и сегодня имеем. Я думаю, члены правительства услышали эту ситуацию, в той части, в которой касаемо, надо поанализировать, если есть такая необходимость, промежуточные мероприятия проводить их. Я считаю, что эти деньги нельзя вот сейчас так вот на бегу, на ходу использовать. Я знаю, что площадка выбрана неправильно. Я знаю, что там проекты, они мертвы. Их кое-как собирали там, потом одни отказались, другие согласились. Если она опять все приведет к тому, к освоению денег, а к тому, что останется объект, приносящий пользу, пользу республики, потому что эффект от 500 миллионов можно сделать существенным. Но, к сожалению, вот все это вот в таком полном молчании происходит, а молчание, оно уже говорит о том, что идет обычное освоение, обычные откаты и так далее. К тому, чему привыкли мысли. Спасибо. Значит, уважаемые, еще вопрос. Монсировать, не началось. Ну вот, как раз, чтобы оно вот так же не началось, как вот предыдущие объекты, да, надо сделать, хотя бы вот один объект вытянуть. Это сельское хозяйство. Мы республика аграрная. И в этой аграрной, в которой, к сожалению, все, сейчас вся статистика российская пишут, что в Холмыкии падение сельского хозяйства. Хотя республика аграрная. Вот прям дословно. Мы здесь присутствуем. Я считаю, что мы должны этот объект, пусть даже мы опоздаем со старта, еще, может быть, на гос задержимся, но так, чтобы сделать его полезным для республики. Правильно, образцом. Понятно. Значит, правильно раскрутить, это было правильно. Значит, надо двигаться. То, что касается сельского хозяйства, но мы не будем по каждому вопросу поднимать там министров. Он здесь исполняющий объект министров. Мы в конце, в общем, те вопросы, которые почувствуем, что у нас информация, в том числе, о чем мы сказали, по предельнию или наоборот, значит, мы спросим. А дальнейшие наши действия мы тоже изучим. Наталья Зелина, пожалуйста. У меня тоже несколько вопросов. При рассмотрении этого вопроса на бюджетном комитете я, наверное, была единственным депутатом, который не поддержал исполнение бюджета республики Калмыкия за 2022 год. Остались вопросы для меня, например, не совсем понятные. Я понимаю, у нас нищий бюджет. Давайте честно говорить. Он социально ориентированный только потому, что у нас больше денег, ни на что другое в бюджете нет. На самом деле это даже не социально ориентированный бюджет, а бюджет латания дыр. То есть мы закрываем в спешном порядке те дыры, которые образуются по мере исполнения бюджета. Это вы подтвердили мне, когда объясняли, зачем мы привлекли за первые два месяца 1 миллиард госдолга, да, кредитов. На самом деле мы закрывали дыры. У меня вот вопрос. Да, вот прозвучала в вашем докладе тема, что мы благодарны и опоре России за то, что они подняли вопрос об упрощенческом офшоре. Но на самом деле вы же понимаете, что это временная мера. Через несколько лет все эти привлеченные предприниматели, они уйдут от нас, когда поднимутся ставки налога по УСН. И мы останемся со своими собственными предпринимателями. А вот при исполнении бюджета за этот год я не увидела нет поддержки именно наших предпринимателей. Вот сейчас очень напряженная обстановка в стране. И мы должны думать о самодостаточности нашего региона во всех областях. И в первую очередь мы должны думать о тех, кто выпекает хлеб, кто предоставляет услуги нашему населению. Вы вот зайдите в любой супермаркет, там большая часть хлеба это из Болгоградской области, еще откуда-то. Но продукции наших предпринимателей там на копейки представлены. Это вопрос вот именно конкретно. Правильно поднимает вопрос мой коллега по фракции? Он поднимает вопрос в основном по сельхозпроизводителям. Но ведь этот же вопрос можно поднять и по предпринимателям, по грантам, которые выдает МинЭК. Я уже устала говорить об одном и том же 5 лет. Последний раз что-то мне отвечал господин Троицкий. Где он сейчас? Мариэл, да? То есть он уже за свои слова не отвечает. Мы выдаем гранты предпринимателям. Мы выдаем... Вот поддержка идет через фонд поддержки предпринимателей. Обратная связь. Мы, выдав рубль, должны получить назад рубль 5 копеек в виде налогов. Вы говорите, вот молодцы, они возвращают деньги. У них кредиты под мизерные проценты, они деньги возвращают. А где мониторинг того, сколько они налогов заплатили? И растет ли сумма налогов с каждым годом для тех, кому мы оказываем поддержку? Вот этого я добивалась с первого года работы нашего созыва. И все министры экономики, они обещали, кивали головой, что они дадут эти данные. И никто не дал эти данные до сих пор. Хорошо. Три вопроса. Нет, подождите, это первый вопрос. Волшеб. Второй вопрос. Вот недавно во многих СМИ и телеканалах прошла... Была заметка о том, что Калмыкия лидер по промышленному... По росту промышленного производства в России. Люди удивляются. Да, мы лидеры, да? На бумаге. А реально на территории Калмыкии роста промышленности нет. Вот объясните эту ситуацию. Как такое может случиться? Мы лидеры по росту промышленного производства, а реальных промышленных предприятий, которые... Лагоничный вопрос. Ну, сейчас я вам шесть раз меня береги. Так, и еще один вопрос. Вот, а фермерам республики Калмыкия? Вы знаете, что земля — это богатство республики. Так, да? Вы знаете и слова Пушкина, да? Чем государство богатеет, и почему не надо золото ему, когда простой продукт имеет. А там СМИ, классика. И что у нас получается? Вот именно этот актив, он на сегодня обесценен. Вы знаете, что у нас продают землю, да? Сельхозназначение 16 копеев за квадратный метр, 30 копеев и так далее. До сих пор нет технологических карт земельных участков сельхозназначения. Они просто не разработаны. Правительству это неинтересно. Нет карт по плодородию почв. Нет... Вот когда проводилась последняя инвентаризация, именно такая научно обоснованная инвентаризация земель сельхозназначения в советское время. То есть за все эти годы ни разу мы не обеспокоились о самом большом активе, который имеет наша республика, а именно земля. Земля сельхозназначения. Вопрос. Вот вопрос, когда все это будет проделано. И последний вопрос уже касается... Вот хотелось бы видеть точки роста в этом бюджете. Мы же... Вы говорите, вот какие-то инвестиции были там, тут. Это инвестиции в объекты, которые не дадут увеличение бюджетных поступлений. Понимаете? Мы вот сегодня в чем должны быть заинтересованы? Мы даем рубль. Вы должны четко знать, что рубль 5 копеек вы получите в бюджет. Такого у нас сегодня нет. И вот в 2019 году я направляла депутатский запрос на имя главы республики, Батусе Сергеевича Хасикова, по поводу Евросибойла. Евросибойл задолжал нам большую сумму по налогам. Налоговая, наверное, подтвердит. И как раз вот мы узнали, что Евросибойл идет на банкротство. Я предлагала, так как Евросибойл фактически банкрот, и он все равно не заплатит эти суммы, взять в виде активов. Эти активы Евросибойла передать в уставной капитал новой нефтяной компании калмыцкой, 51% акции которой принадлежал бы правительству республики Калмыки. А все остальные акции были бы распределены между жителями калмыки. То есть это была бы такая национальная нефтяная компания. Вот на сегодня, насколько я знаю, процедура банкротства почти закончена. Активы Евросибойла оценены, насколько я знаю, вот мне оценщики сказали, на 2,5 миллиарда рублей. Рассматривается ли этот проект в правительстве республики Калмыки? Хорошо. Четыре вопроса. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я еще раз прошу, вот на самом деле. Наталья Сергеевна, я не хочу ее упрекать, все вопросы очень интересные. Ну, задавали только вопросы 12 минут. Ну, если мы каждый будем 12 минут только задавать вопросы с философскими рассуждениями, ничего не получится. Пожалуйста, отвечайте тоже лаконично. Я вас прошу всех, вот сидят тоже хотят задать вопросы. Уже не хочу. Не, вопросы хорошие, Наталья Сергеевна. Ну, лаконичная позиция. Философии точно не было, но не только философии. Пожалуйста. Философии. 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 Получение электроэнергии. То есть, есть поддержка. Если говорить о налоговых эффектах, но мы, когда принимали решение части налоговых, снижение налогов и ставок, мы же это делали не только, за то что были там messy со стороны, но и поддержать место, только первое, мы должны это будут делать, для того, чтобы у нас синхронизировать свои действия. То есть, есть индивидуальная программа развития, есть и фонд развития, допустим, он остирает поддержку. Если люди приходят за средствами и просят финансировать их проекты, то давайте их поддержим в части налогообложения. Это и было сделано. Если говорить об эффектах, но УСЦН показал, есть прирост. Я говорил о НДФЛ. НДФЛ тоже прирост с 10% в 22-21%. А это два основных налога, которые мы получаем. Вот наши субъекты МСП. Я и говорил по ОСЦН. То есть три позиции по налогу эффекту УСЦН, НДФЛ и ОСЦН, где у нас имеется положительная динамика, и мы считаем, что достаточно эффективная поддержка субъекта МСП. То есть есть поддержка прямая по количеству людей, соответственно, и увеличится налоговое поступление. В ростном производстве, но здесь мы не забываем все, что у нас построены санкции, которые вырабатывают за счет солнца и ветра. Соответственно, они работают, начиная с 21-го года. Они работают, наши ветра, солнечные санкции соответственно. Извините, они работают с 21-го года. А у нас ростом производства вот именно за этот год. Они проводятся и постепенно. Там 21-го была ветра, санкция. В прошлом году была введена санкция, которая обладает работой, с солнечной санкцией. То есть за счет, ну, вот основной, если кратко, как просто не только сеча, отвечает, то рост производства вот за счет этого направления. По состоянию земельцев и постмозначения у нас предполагается уже, в этом году начинается, в следующем, а это будет в активном фазе проведение кадастров, комплексных кадастров в работе. Я думаю, здесь у нас мы проведем и наведем с помощью этого мероприятия более одинаковые, например, будет понимание и в части учета состояния земельцев. Ну и я думаю, что здесь... Уважаемые коллеги, я вот здесь хочу подтвердить, я тоже поддержал тогда и продолжение председателя правительства создать комиссию. Там сверстена главной республики, это комиссия, которая сменимущества с общественных организаций о земле. Это действительно требует внимания. И вот по оценке, по оценке, по наведению порядка в целом, в разрешении собственности, я думаю, это в ближайшее время наш мир работает. Но такое решение есть на федеральном уровне, и у нас уже там квартально проводятся совещания, мероприятия, сущаясь на русские езды. Хорошо, давайте дальше. Хорошо, что понимаем. Давайте дальше. Ну и четвертый вопрос. Это из всех, да, вот, отложения, которые должны поместить, но здесь тоже налицо. И вот эти проекты, которые дали рост вам производства, они же и дают положительный динамик в участии роста налогового поступления. Вот я в своем докладе обратил внимание на поступление налоги на имущество организации. Вот за прошлый год, несмотря на ту сложность ситуации, они, наши партнеры налогоплачейщиков, уважили средства, чтобы спонтанализировать свои оборудования, дают на стоимость, соответственно, налоги на имущество организации. А по субъектам СП, я вам уже говорил, поэтому есть просто на работу, да, сопротивляться, чтобы получить больше эффектов. Спасибо, я вот хочу... Да, пожалуйста. Ну, по... Громче говорите. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, по Евросиболе, я понимаю, что каждый будет мероприятие, в частности, там, вопрос и так далее. Уважаемые коллеги, там, в той части, в которой может быть, вообще, саджиевич и недороговитель, то, соответственно, в конце она обобщить те предложения, которые надо усилить. И, единственное, вот в этих рассуждениях, на эту минуту, даже так и устанавливать, значит, согласен с тем, что на базе Минэкономики, Минфина с нашим участием надо провести его круглый столб в эффективности использования государственной поддержки разного уровня. Вот, поучаствовать, попробовать, и по сельскому хозяйству, да, и по другим направлениям. Должна быть эффективность, и нам это интересно, знать, какая же эффективность. Я думаю, давайте мы попросим и правительство, они подумают, как это сделать, с нашим участием. Можно на базе Минэкономики, это только будет всем от этого большая польза, и сами взглянем реально на жизнь, даже те, кто может не взглянуть туда, и получим отдачу. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста, Николай Ильич. Пусть Ильич, исполнение расхода республиканского бюджета в разрезе госпрограмм составило 97%. Так? А вот показатели эффективности исполнения госпрограмм. 62%. В чем была располагировка? Это, насколько я знаю, 80%, 900%, 800% показателей. Проблема в чем? Исполнение бюджета, исполнение программ. На финансирование госпрограмм 24,4%, 97% в плану. Если бы целевые показатели, то достижение 67,1%, 488% показателя по плану 727%. Но здесь, что я вижу, наверное, в первую очередь, это, наверное, такое большое громоздкое число этих показателей. Я думаю, что нужно просто поработать, провести инвентаризацию. И тем более эта работа, она на федеральном уровне сейчас запущена. И с первого вообще января следующего года мы госпрограммы применяем информат. Они будут уже подъявлены на проектную часть и процессную часть. Проектная – это уже то, что мы можем ощутить, там, убедить руками и то, что мы увидим эффект. И это проект, на котором мы будем выделять средства и уделять внимание, например, и даже на финансирование процесса. Но это, я думаю, что это текущая деятельность. Даже если брать пробу с программу «Нинфин», который курит, то я думаю, что на следующий год она останется только программой инициативной дежитировать. То есть когда мы увидим, где мы выдаем средства наших муниципальных образований, сельских, на профинансирование проектов, и видим какой-то эффект. Остальная часть, я думаю, что это все будет процессно, поскольку это большая часть, большая часть это именно текущая деятельность. То есть проблема, наверное, это в большом количестве показателей. Эта проблема у меня существует не только в нашей истории, но и в целом на федеральном уровне. Почему и на федеральном уровне, в общем, есть инфина, текущая работа, чтобы нести изменения и формирование структуры государственной программы, порядка их исполнения и контакта? Это федеральная программа. А я имею в виду, 22 программы государственных, которые у нас в основном эти принятия. И все тоже меня от них хотим. Да, мы будем в этом... Ну это же наши тогда прерогативы, мы должны поменять. А еще в федеральном обязательстве? Нет, мы по срокам уже с первого, с следующего года, с нового года, уже должны работать в новом госпрограмме, в госпрограмме в новом формате. Поэтому за оставшиеся полгода мы должны провести большую работу, чтобы все это легкое мере. Прежде всего, инвентаризация, то есть это большое количество показателей, на мой взгляд, их нужно просто сокращать и оставлять те, которые мы можем действительно, они увидим эффект от их реализации. Кто этим занимается? У нас это занимается каждый орган на исполнительной власти, поскольку они ответственны за это. А услуги, получается, у нас не экономят и сенсивно. Арленуев, пожалуйста. Арленуев, дай Бог, мы на следующий год почувствуем реальность. Да, мы просто должны отказаться от этих больших громоздких госпрограмм, оставить, она должна быть в размерах уменьшить, в количестве показателей, и в виде более, там, ну, выходить в постановление правительства, и уже в рамках этой госпрограммы... Не, не, подождите, подождите. Вы хотите показатели уменьшить или госпрограмму уменьшать? Нет, количество госпрограмм, скорее всего, останется, а внутри бы с программой надо угадать показатели, да, то есть я говорю, внутри бы с программой поделена вот проектная часть, на которую я считаю необходимо уделять внимание, и процессная часть, это больше будет включать себя текущей финансировкой, когда я ввел, например, не финанская программа, у нас же большая часть будет сейчас процессом, то есть это текущая работа, там, выдача, дотации, деньги, да. Ладно, спасибо, еще вопросы. Анатолий Алексеевич, ну пожелания, вы правильно сказали, что... Вопросы я сейчас завершаю, и пожелания, пожалуйста. Ну вот правильно вы сказали, вопрос об эффективности использования государственных средств, да, его надо ставить. Вы же помните то заседание, когда Троицкий здесь всех убеждал, что нужно льготы предоставить москорбинату, который строился в Царпинском районе. И я ему абонировал и говорил, что давайте поддержим таких предпринимателей, как Савр Иванов, да, который там, и вы меня тогда поддержали, который десятилетиями здесь работал, и поддерживал всех госпроизводителей тем, что вовремя заготавливал, вовремя рассчитывался за продукцию. Ну и где этот москорбинат, который не начал, в общем-то, ну, там, работал, может быть, несколько месяцев и закрылся, да. И, а господдержка ушла в песок, и я когда на это наставил, тем я меняю Троицкий, и где Троицкий тут? И где тот министр строительства, который здесь провозглашал суперпроекты и суперэффекты? И завтра он, министр здравоохранения, уедет, потому что любой разумный, а он, по-моему, разумный человек, избежит от этих проблем здравоохранения, ковныки. Поэтому... Савр Иванович, давай министр здравоохранения работай сегодня. Да, стяжи и деду. В всяком случае, ну, должен, как я говорю. Давай, этично, этично. Поэтому, я этично веду, а пусть они этично ведут, правильно используют государственные деньги, а потом, пожалуйста, уезжают. А так, наделали дело и смылись. Еще пожелания. Ладно, там наш сделал, он ходит, стыдится хоть там, мы можем его на улице встретить, сказать, вот ты паразит. Помнишь, 10 лет назад так сделал, да? А этих и не найдешь? Хорошо, давайте еще пожелания. Да, у меня. Так, спасибо. У меня есть пожелания. Одно, я понимаю, Наталья Сергеевна. Я готовлюсь, все время пожелания. Мы получим тебе. Пожалуйста, соглашайся, получим. Уважаемый Ачерст Андреевич, позвольте поздравить вас буквально накануне вашего юбилей. Самое главное, пожелать вам, Ачерст Андреевич, на столе ответственной должности, конечно же, результативности в принятии управленческих решений. Возвращаясь к повестку нашей сессии по проекту закона об отчете и исполнении республиканского бюджета за 2022 год, вы являетесь официальным докладчиком. Ачерст Андреевич, хвастаться, конечно, нечем. Я приведу небольшой пример со стороны депутатов Народного Курала 6-го созыва. При принятии отчета об исполнении бюджета за 2021 год, сегодня мы с вами обсуждаем отчет об исполнении бюджета за 2022 год, было желание и от депутатов совместно отработать в рабочей группе по иммунитаризации всех публичных расходных обязательств республиканского бюджета. К сожалению, вот на этой публичной площадке, коим является сессия Народного Курала, и коим является функционал депутатов Народного Курала, это предложение не было услышано. Я приведу лишь небольшие цифры, что по итогам 2021 года, Ачерст Андреевич, по уровню социально-экономического развития Республика Калмыкия, была на 85-м месте из 85-ти возможных. Сегодня при обсуждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год, мы находимся в рейтинге на 81-м месте. Состояние государственного долга Республики Калмыкия вызывает опасения уже не первый раз, мы вам это высказываем, да, вызывает опасения обслуживание государственного долга, которое растет снежным комом от 1 миллиона рублей, да, укрой в день. Сегодня мы будем рассуждать с вами при поправках в бюджет и увеличивать сумму, которая приведет к тому, что у нас обслуживание государственного долга перерастет в цифру 2 миллиона рублей ежедневно. Наверное, те вопросы, которые были подняты и в послании президента страны, да, об адресности в решении социальных проблем, снова хвастать нечем. Ведь депутаты, как бы нас там не называли за глазами в правительстве, допустим, хотят, уговорят, болтуны и так далее, мы озвучиваем эту проблематику, которая есть в республике. И когда один заявитель ходит кругами, начиная с пятого этажа, да, обращается и доходя до каждого депутата, когда решение этого проблемного вопроса, я сегодня приведу цифры, которые привела прокуратура республики, у нас сегодня, на сегодняшний день, на текущий момент, 16 неисполненных судебных решений, да, под договором социального найма. То есть тот луч надежды, который, в принципе, был совместно отработан и предложен заявительницей Горяевой, еще раз об этом говорю, из-за тех подмаяния, говорит о том, что процент исполнения судебных решений у нас на сегодняшний день сведет к нулю. Решение тех вариантов, которые были предложены депутатами, Чурсанжич, и небюджетные источники, и помощь крупного бизнеса и так далее, к сожалению, у депутатов нет этих реальных рычагов, эти реальные рычаги есть сегодня в органах исполнительной власти. И когда одна и та же проблема переходит из сессии в сессию, ты понимаешь, что это тупик, но, тем не менее, возможность публично еще раз озвучить эту проблему, я приведу пример Явову, да, Ларису Александровну, которая тоже около 10 лет стучалась, писала письма в адресе в администрацию президента и решили вопрос в том числе не только по школьным паркам, но и по жилью. Вот зачем ждать того момента и время че, когда позвонят и скажут, что необходимо решить эту проблему, а Чурсанжич. И когда по итогам исполнения 2022 года, бюджета 2022 года, мы видим цифру, к сожалению, что речь никоим образом не идет о результатах строительства и уже о строительстве быстровозводимого многовационального комплекса, с которой обращались депутаты межфракционной группы, да, ежегодно при рассмотрении бюджетов, с дальнейшим использованием под инфекционную больницу, ведь сегодня мы говорим, да, ковид побежден, но официальная статистика, о которой говорит 843 смерти наших земляков, это, наверное, в том числе и наша персональная ответственность, что мы, к сожалению, не создали условий и не создаем, и не задумываемся о том, что, к сожалению, как работать в изолированном формате и в междепутатской разобщенности, в межведомственной разобщенности, это не есть выход, а Чурсанжич. И вот сегодня отчет об исполнении бюджета за 2022 год и то состояние, в котором находится республика, когда собственные налоговые и неналоговые доходы говорят о том, что, к сожалению, без помощи федерального центра и без программы ИПР, срок которой заканчивается в 2024 году, к сожалению, депутаты многие не знают о том, куда средства эти направлялись. Спасибо, есть контрольно-счетная палата республики Калмыкия, а отчеты их и официальные данные по контролю за реализацией национальных проектов, и в том числе ИПР, можно ознакомиться. Вот цифры говорят сами за себя. Конечно, многие наши избиратели и граждане скажут о том, что вы, депутат, заседаете, за этими цифрами нет реальной помощи для каждого из нас. Но они реально правы, потому что, к сожалению, собственные доходные источники Ачирсанджич, и та ситуация простой констатации фактов, а не консолидация всех органов власти, которые сегодня есть для решения вопросов наших земляков, к сожалению, вот итог исполнения бюджета за 2022 год. Для, по крайней мере, для понимания наших граждан и нас, как участия, как депутатов в этом процессе. Спасибо. Ачирсанджич, пожалуйста, очень лаконично просьба. Постараюсь. А так и все время надо уж есть. Я понял, конечно, будем экономить на молодых. Да, 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 тоже правильно. Да, честно же я хотел, конечно, поблагодарить за то, что отметили персональную мою работу в части, как раз-таки снижение преференции для предпринимателей, что дало действительно хороший колоссальный эффект. В данном случае без, так сказать, натяжки одела на себя. Ну, работало в этом достаточно людей, и из депутатского корпуса, вот Сергея Александровича Сухинина, также подтверждаю, что тоже, как бы, ну, и там, и Министерство экономики, и Министерство финансов, и в том числе и налоговая инспекция, да, но это результат вот именно консолидированного обсуждения, понимания, и что привело к действительно хорошему результату. И абсолютно согласен с Натальей Сергеевной, что эффект временный, да, и, Наталья Сергеевна, мы в процессе как раз-таки это и обсуждали, что эффект будет не такой, как бы, длительный, и этим как бы надо пользоваться. И были определенные, так сказать, настрои, ну, как, не знаю, мысли в части последующей работы, да, тут уже, вот, в частности, я думаю, неспроста, здесь и министры сидят, в большей степени здесь вот как раз-таки нужно как-то перегрузить эту работу на профильных министров, причем это касаемо всех министров, да, и здравоохранения, и культуры, и министр хоз, да, и Министерство природных ресурсов, потому что эти предприниматели уже пришли к нам сюда, в Колонеке. Соответственно, наша сейчас работа, задача, это также и работа глав районов, постараться оставить. Если мы оставим хотя бы 30-50 процентов этих предпринимателей, то это не просто налоги, это и рабочие места, и реальное пополнение бюджета на будущие годы. Поэтому в этой части, я хочу сказать, не надо здесь отдавать предпочтение по каким-то политическим взглядам, убеждениям. Как раз-таки вот этот результат дал, то, что вот, невзирая кого как слушаем, да, это не обязательно там коллеги по партии. Там могут быть и коллеги из других партий, у них тоже зачастую здравые мысли. И правильный подход, правильное решение даст очень колоссальные, я думаю, результаты на будущие годы. Потому что в этом году у нас, я так думаю, во многом это спасло. Поэтому спасибо за результат такой работы и, так скажем, в виде пожелания. Да, и Анатолий Васильевич также поддерживал в этой части. Суместные действия. Конечно. Поэтому, я так думаю, это результат, хороший результат, так сказать, для будущих, для будущей работы. Спасибо. Анатолий Васильевич, ну вот с вами достаточно, в общем-то, я вот читаю, нормально работаем, достаточно плотно. Вот здесь мне в соцсетях выписывают, ой, пишут. Вы, кстати, накурали вопрос за такое исполнение бюджета, вопрос об упразднении правительства кому. Вот неравнодушные люди, как бы, откликнулись уже. Я считаю, что это очень радикальное решение, конечно. Но вопрос о сокращении количества чиновников, о сокращении правительства Республики Калмыкия, я неоднократно уже озвучивала на сессиях Урала. И в ответ мы ничего не получили. Представитель правительства озвучила, что сократили уборщицы и свободные вагансии. Все. То есть пострадавшими оказались только уборщицы. На самом деле, когда у нас на 10 тысяч населения один член правительства, это перебор. Вот тут человек пишет, что в совете, который управляет кантоном в Швейцарии, от 3 до 5 человек. Правительство Швейцарии до 10 министров. А Швейцария это отдельное государство и достаточно богатое государство. Это не нищая Калмыкия. Поэтому мое пожелание все-таки рассмотреть вопрос о сокращении сотрудников правительства где-то на 40%. Ведь на самом деле у нас правительство достаточно большое, а сокращение количества министерств. На самом деле, лишнее министерство, которое мы открывали, зачем-то разделили культуру, спорта, молодежи и так далее. Они, ну не нужно этого делать. Мы просто оплодим рабочие места для кого-то из приближенного круга кого-то. И все. Эффективности никакой. Есть сокращение сотрудников самих министерств. На самом деле, это огромная армия. И если мы проведем эту тяжелую работу, я понимаю, это тяжелая работа и с моральной точки зрения. Но, с другой стороны, это полезная работа для бюджета республики. Это экономия бюджета. Вы представляете, вот если мы совместим должность главы республики и председателя, как делается во многих регионах. Вот тот же Зайцев ушел, Мариел, он сейчас глава республики Мариел и председатель правительства. У нас освободится целый этаж в Белом доме. Какие-то министерства смогут вернуться. Мы будем меньше платить за аренду. У нас два аппарата, один аппарат сократится. То есть экономия бюджета, прямая экономия. Давайте об этом думать. Непонятно, потому что у нас встреча с избирателем, у меня задают вопросы. А что делает глава, если все делает председатель правительства? Вот сегодня должен был, на самом деле, на вашем месте быть глава республики Калмыки. Вот, очевидно, если бы вы были главой, я была бы только рада. Все бы у нас в федеральном законодательстве исполнилось. Но, к сожалению, это не так. Вот пусть председатель правительства, например, станет главой и будет работать на всю республику. Тогда избиратели хотя бы будут видеть, что делает председатель правительства, который является главой региона. Вообще, о сокращении количества чиновников нужно серьезно подумать. И в будущем, наверное, все-таки реализовать это. Где-то 40% это безболезненно для республики будет это сокращение. Спасибо за пожелание. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы завершаем обсуждение вопросов, как у нас сейчас работает с этой ситуацией. Поэтому, ну, вы знаете, это полезно. Конечно, обсуждение, оно всегда позволяет увидеть каждого. Себя можно как-то и увидеть в исполнительной власти. И мы с вами. Мы с вами участвуем во всех корпорациях правительств. Меня не было. Во всех, которые сейчас мы стараемся скоординировать с профессорами правительства. И думаю, что и будущих так и будет. Вот круглый стол сейчас по эффективности используют, я поддерживаю. Думаю, продумаю. Я думаю, что вместе надо. Вот хорошие слова у Аслан Тарисовича. Я хочу поддержать. Независимо от партийной принадлежности, людей, которые мы по партийной принадлежности не делим, мы должны сообщать решать ей проблемы. Может быть, меньше искать черных котов в разных мешках, а думать о том, как поправить конкретное дело. А пожелание хорошее. Я думаю, что и правительство, и здесь национальные министры, и первый зам, который многие вопросы корниевы, нам помогут это сделать. Но вообще, я думаю, что ежегодный вот такой отчет, я вот уж не одиннажды сижу за этим креслом, и смотрю, он вполне помогает всем нам сделать шаг вперед. Значит, не все просто. Конечно, наш бюджет формируется тоже непросто. Эффективность его использования тоже требует внимания. Для того и мы все здесь. Но только вот я против ничего. Чтобы мы все понимали долю меры ответственности и свои обязательства. Не надо, может быть, переходить на личности. Кто красившее, кто не очень. Ну, а вот насчет дел давайте вместе. Я сам. Я сам. Значит, решение комитета, Владимир Числович. Комитет Народного права Парламента Республики Калмоги по бюджету экономической политики и отнимательной собственности осмотрев проект закона Республики Калмоги об исполнении республиканского бюджета за 20-й год решил рекомендовать Народному праву Парламента Республики Калмоги принять данный законопроект. Уже мы говорили, решение комитета осмотрено. Есть предложение по решению. Мы имеем право. Значит, вот, когда мы принимали этот бюджет в декабре 21-го года, я говорила о том, что в бюджете дыра на 700 миллионов рублей. Исполнение бюджета подтвердило мое утверждение. На самом деле, госдолг с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года вырос даже больше, на 813 миллионов рублей. Я хочу сказать, что исполнять бюджет и принимать бюджет ненадлежащего качества нельзя. Вот смотрите, нынешний главарь Республики Хасиков, он приступил к работе 4 года назад. Без личности. Нет, а при чем тут это публичное лицо? Мы бы про бюджет. Да, про бюджет. На тот момент госдолг составлял 4,4 миллиарда рублей. За год его правления госдолг вырос на 216%. Сегодня госдолг создавляет по данным аналитического телеграм-канала Низыгай 104% от собственных доходов Республики. То есть фактически сегодня, вот при нынешнем правлении, руководстве, наша Республика стала регионом банкротом. Поэтому признавать удовлетворительным такое исполнение бюджета просто нельзя. Это преступно. Надо быть реалистами. Уважаемые коллеги, прошу. Продолжение следует... Продолжение следует...